ну что ребятки всем привет всем добрый вечер с вами мы дэш и мы начинаем нашу трансляцию по gtrp на сервере проект чувал сегодня будем продолжать также играть за полицию мы никуда пока не двигаемся в какие-то другие роли нам пока это не нужно потому что слишком много еще здесь не сделано кринч привет вот так что давайте потихоньку начинать потихоньку полигонку начинать мы будем так в теску надо сразу нет в теску но я потом зайду девятнадцать человек на сервере открою ослики привет так мы ждем пока приконнектится как у вас дела ребята давайте рассказывать отлично это супер это супер так так сейчас включились так дальше закрываем это выключаем сюда заходим сюда нажимаем все супер западали да мне тоже сегодня часть западали я уже немножко доволен надеюсь завтра отдадут вторую часть хотелось бы хотелось опять по последнему вызов предлагает этот самый перезаходить теперь несколько раз где счетчик сабов ой да сейчас я включу подождите сейчас я с тестом разберусь ну ты сдавай умничка вот счетчик сабов линкольн 18 лестер дроу 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 кстати по поводу сабов да ребят вы можете сейчас оформить платную подписку всего лишь за пол цены за два с половиной доллара поэтому прижимайте оформляйте вам будут доступны супер и смайлики сможете на всем твиче резать всех бензопилой это прям круто и вот как-то так 4 фунта по огромный так 5 в Так, мне же смс-ки никакие не приходили, получается, да? Ой, надо, кстати, все, блин, телефоны записать. Блин, дождите. Давайте сейчас этим займёмся. Я вчера форматил телефон. Короче, я разобрался, почему не работает. У меня, короче, антивирусник блочит. Господи, тот сайт. С этими номерами, короче. Ой, с фотками. Так. Короче, такая фигня. Дэвид Нортон. 91931. Сохраняем. Детектив Нортон. Пейн. 78, 72, 1. Открою твою трансляцию, пока смотрю трансляцию яблока. А, давай, давай. Ты сегодня зайдёшь? Так, Ария Шакс у меня есть, да? Значит. Капитан. Хэй Тауэр. 42, 14, 7. Угу. Так, Детектив. Лоренс Игл. 98, 4, 4, 5. Так, новобранец мне не нужны. Так, Андерсон. Вот Фила надо записать. Фил. 50, 119. Сохранить. Так. И... Главврач. Валерий Муре. Я тут узнал, что она оказывается там что-то мутки мутит с Фрэнком Бэрроу. С одним из преступников Лос-Сантоса. Антон Клюшная, привет. Так. Потеряну, ну, говори мне. Вот он, смотри, что-то открою. Слово. Серьёзно, там кто-то есть что-то? Или это так? Что-то выезжает? Интересно. Опа. Адам, 27. Выдвинулись. С годом 3. Последний блюдо. Об угоне. Смотри. Выдвинулись. Так, где у нас? Не понял. Почему? Прямо тут, что ли? Это вот этот чувак, что ли, отправил? И какой-то был чёрный Харли. Это не был чёрный. А. Хантвей. Понятно. Вот эту тачку только что украли. Да, да, да. Эй! Чё у вас тут творится? А, вызов был. Вызов был об угоне. Ого, ничего. Сейчас скажем. Давай, давай. Тут только что какой-то чёрный джип выезжал. Ого! Э, хантвей. Это чёрный джип, правильно? Ну, наверное, да. Короче, он выехал. Выехал вроде как за рулём афроамериканец был. Бело-оранжевая куртка какая-то. Поняли. Ну, чё, нам патрулировать здесь пока? Ну, я думаю, да, куда-нибудь там, по центру города, чё-нибудь там. Я считаю. Ну, давай. А вы с мужчиной разговаривали? Что он сказал? Сосстрей, слава, никого. Да, короче, за рулём джипа этого чёрного был афроамериканец. Найброс, привет. Да, прям перед носом. Ребят, за нами не дейте, просто сосредоточьтесь по всему городу. Чёрный хантлей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 на угонщика этого джипа такая же маска как я видел и вроде как оранжевая куртка блин чей за городом а он был у меня в руках почти прям передо мной играю сам тачку болин у меня бензина нет мы должны докинуть сэр первое ограбление на который я смогу попасть и что что 6 6 литров а там 615 тоже 1012 но у нас просто бензин сейчас кончится возможно должны дотянуть сыр и даже ближайший заправку не вижу блин главное чтобы не тормозить будем тормозить все не доедем никогда все 5 литров давай ради вы пожалуйста все 4 едем на парах сыр и я бегом побегу до это ограбление полтора километра чёрт подожди подожди давай малышка я в тебя верю но да как все во время то после кири собнулся и говорит а я писал про заправку спасибо за я даже не помню если в том городке заправка там наверно до ограбление надо доехать хотя бы а на ограбление это кто-нибудь едет или нет ну мы как раз таки едем вот по шоссе ну уезжайте вы как раз мимо нас будет прижать мы на проселочной дороге плохой день плохой день плохой день плохой дожди ты не ной просто плохой день почему плохой день с чего он вдруг сразу стал плохим так у меня тоже беден на моей кончился сегодня да пока на смену ехал я боялся очень опоздать и у меня кончится беден пришлось отталкивать ну знаете этот старый кусок железа который живет бензин как не в себя на память вон они едут там где-то да ну ну нет я один поеду жди тогда ага а у меня пустая канистра стала я голоди у тебя есть вчера же заправлял и сейчас еще ураган будет сэр это будет все это фиаско так без паники у него оказался бензин спасибо парни вот поэтому я и говорю что надо всегда проверять перед прежде чем ехать на смену ну на патруль на проверять бензин а я че-то не посмотрю да моя проверил да потому что сразу поехал все спасибо мы должны приехать раньше их так и будет блин грабителям магазинов просто везет я не знаю все подстроено они знали что так надо грабить банк а у нас кончится бензин не банк а магазин а магазин да очень все вовремя напомни потом после этого всего дела поехать на заправку а там заправка как раз вроде вот по gps показывает что она прям на другой стороне дороги да 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 ну вот там и заправка самое хреновое сэр знаете что было бы но если бы у нас закончился бензин и еще пробило бы колесо слушай давай не начинай сэр так вы не против если я пройду в подсобку сэр здравствуйте расскажите пожалуйста что вы видели кто это был здание просто на улице вдруг увидишься подождите да сейчас узнаю кто да узнай там камеры я на заправку отъеду ну банк наверное да неизвестно кстати может успеем предградан еще ехал в камеру посмотришь или меня присмотреть что нашли купил попал нечисто нечисто коробед у нас после вершин а ты нечисто и Добрый день, Линкань-16, а что у вас с рацией, вы как-будто в галактике. Деньги закончились. У меня есть сервис, 76 долларов. У меня есть 25 тысяч, и чё? Пистолет-то убери. Я хочу канистру попробовать переложить в этот автомобиль, чтобы она там была. Линкань-6, код-6. Очень вовремя. Опять код что-ли? Не могу, да, так. Смотрела, короче, камера. Подъехал чёрный джип, боком стояла камера на виде номеров. Из него вышел человек в чёрно-оранжевой одежде. На голове была футболка в СПД. Они там издеваются, что ли? Он зашёл в магазин, а через пару минут выбежал и уехал. Понятно. Но это, походу, тот же самый, предположительно, который был на заправке. Блин, был у меня прямо вот перед носом, а? Линкань-6, вас там долго ждать? А, у него код-200, что ли? Да ёпка. Ладно, езжайте всё в город. В машину садись. Мне интересно, сколько они из кассы денег достают? Две заправки, да? Опа. Да нет, там больше, по-моему. Как думаешь, сколько они достают из этого? Ну, с учётом того, что это окраина, мне кажется, максимум тысяч семь. Семь тысяч? Да ты гонишь. Это же с учётом того, что заправка рядом. Обычно, знаете, у многих не бывает мелочёвки, и они ходят в магазин разменивать. Ну, по крайней мере, я хочу, чтобы в кассе семь штук лежало. Да, я поставлю на ЛС-7 для патрулирования. Чё-то хз. Ну, это, как бы, моё предположение. Блин, семь тысяч – это недельная зарплата, ты гонишь, что ли? Мне кажется, там, ну, не знаю, баксов 200-500 в этом периоде. Если у нас банки украли, вот там, палета национальным, сколько? 35 тысяч. Это банк, собственно, большой, а не какое-то отделение. Блин, шаг, сука, неуловимый. Ещё и выбрал дорогу-то на границе штата, чтобы мы приехали-то. Она не поехала в Бэйн-каунти. Ну, так, чтобы ты знал, вот эта дорога, она делит как раз наш штат на две части. На, то есть, Лос-Сантос, Лос-Сантос-каунти и Блэйн-каунти. То есть, всё, что по левую руку – это Лос-Сантос и Лос-Сантос-каунти, а справа – Блэйн-каунти. Собственно, по правую руку там уже Шерильский департамент. Шаг стриминг – вряд ли. Шаг стриминг. Пристёгиваться не забываешь. Каждый раз как саживать в машину, сэр. Ну, конечно, пристёгивание тоже небезопасно. У меня просто был случай, когда у знакомого он был пристёгнут, и второй был не пристёгнут. И тот, который был пристёгнут, он сломал себе шею и внутренние органы перебил полностью. Ну, то есть, соответственно, с летальным исходом. А тот, который был не пристёгнут, у него он отделался только небольшими ушибами. Не, ну я тоже слышал, что там, например, ремён безопасности может голову отрезать, там всё такое. Не, такого, конечно, я не слышал. Адам 72 разформирован. Прибыль в ПД. А, вообще, ну, бывает стриминг давно очень редко. Не знаю, почему. А, сэр, а у вас багажник свободный? В машине-то? Ну да. Да, чё, кстати. Да мне капитан дал эти наборы, ремкомплекты, так называемые. Вот, короче, с собой таскать. Суждание мне как херовую работу, как-то эти наборы, да. Ну, не наборы, а точнее багажники, поэтому... Не знаю. Тогда мне проще будет какой-то кабелик дать. Ну, давай щас заедем. Ну, ты с собой один просто таскай. Угу. Там же не надо их 10. Можешь, если у тебя их там два, можешь мне один дать, у меня нет с собой. Ну, я не вижу. Ворту вызов. Ну, поехали, съедем, все равно не успеем. ADAM615 вправляемся к последний вызову. Код один. Да, вот держите, сэр. Я положу вам на сиденье. Да, хорошо, спасибо. Пять ключ, у нас код 2. Так, увидишь, там, когда будем подъезжать в машину такси где-нибудь, говорим мне, мы ее тормозим, проверим документы. Хорошо, сэр. Очень не вовремя дождик пошел, конечно. Это точно. Чего машина такси делает в порту, неинтересно. Может, конечно, работник какой-то подвозит. Да, либо, может быть, какой-нибудь груз прибыл. Нужно было встретить. На такси? У меня что, людей встретит? Не-не-не, вот у меня, допустим, знакомый получал, ему машину прислали прям в форт, и ему нужно было на такси доехать. Так, ну все, смотри вон. Я помню, я тут вылетел, короче, на тачке одной забавно. Не-не-не, но... Не-не, не, не... Не-не, не... Блин, ладно, что-то, покатаемся. Вот право, патруль. Сэр, а у нас еще 10 отправила ездить в 2М-патруля? Ну конечно, не всегда. Просто в 2М-патруль отправился как раз 1. Он же детектив. Ну мало ли что. Да нет, нормально. Ничего серьезного. Это что, шипы что ли? А, нет. Я что-то уже обделался. Ренфорс, привет. Я тут раньше эту амуницию не видел. Приходим. 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 Погоди. Голоко внутрь за угол. Смотреть интересно. Это прям ангар какой-то большой. Пойдешь со мной, нет? Пойдешь со мной, нет? Конечно, сэр. Пойдем. Пойдем. Смотреть, что ты прикинь. Обдираловка. И банкомата тут наверняка нету, да? Зато здесь есть тир. А тир-то мне нахер. Так, в офисе, конечно, никого. Мда, пусто. Внимание всё-таки работает пока только коктир. Возможно, кстати. Ух, эти дожди. Надо поехать ещё машину помыть. А это что такое валяется? Не могу узнать, сэр. Бх, ну и погодка. Угу. Я надеюсь, конечно, нам в скором времени новую форму-то выдадут. Потому что в такую погоду с короткими рукавами ходить очень так некомфортно. Да не говори. Хоть прям в свою уличную поехали. Хоть прям в свою уличную поехали. Ой, я знаю, куда мы сейчас поедем. Поехали к таксистам съездим. Спросим про падали у меня в автомобиле. Доложишь, что мы в таксопарк едем? Да, можно сказать. Адам 615, направляемся в таксопарк. Четыре. Поехали к тому. А то нам вчера одна таксистка уже орала на нас, что мы нихрена нельзя отпускать, теперь будем дрочить её. В хорошем смысле? Ну понятно, конечно, сэр. Я так и подумал. я не люблю просто когда девушки недовольны даже так конечно как можно девушку оставить недовольны вот уверен на процентов 99 и 9 десяток что там никого не будет ну а что же им делать там там же все-таки сразу на смену выходит скорее всего может быть они прямо из дома едут на работу о скорость то как вообще адекватно это не я был не прав может быть это он есть а вот он на заправочку краса их девушка сэр мем оставляю оставайтесь пожалуйста в машине своей заправить у меня сейчас это мало волнует сэр сядьте в машину класс дайте ваши документы пожалуйста айди карту водительское удостоверение и лицензию на господа я помню за кошка чтобы это вы она документы показала вы понимаете вы же умные в полиции работают а хотя да это вот смотрите я отдала дали да 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 ожидается так мем держите ваши документы у вас ваш начальник на смене да да с ним как-то переговорить связаться можно ща попробую а подождите он не сюда отвечает начальник прием осуждайте я могу его номер телефона дать ммм вы можете ему передать чтобы он подъехал сейчас в таксопарк и нам с ним переговорить надо да я щас хорошо спасибо все как только мы отъедем можете продолжить движение я сказал что как только мы отъедем можете продолжить движение а я понял погодка хоть бы он прекратился уже прям некомфортно себя чувствую где у нас каждый часто были но здесь прямо они особенно на холодный да ладно тебе холодный теплый дождь сильный просто а так то норм интересно сколько его ждать придется я думаю 5 минут постоим потом посмотрим сейчас я удивлю точнее не удивлюсь если опять они подъедут скажут что они начальники будет весело ну тогда можно будет вообще оштрафовать за за счет должных показаний знаем неуважение полиции знаешь короче докопаться можно и до столба как говорится ну да у нас в учебном центре так и было да вон а ты слышал чего этот мужик сказал типа такой вы же умный такой ах да типа намек на то что мы тупые ну да неуважение сотрудник полиции при исполнении ну да мог бы ему сказать что нибудь я уж не стал там это истеричка была сейчас бы начала там вонять а я теперь душить буду ребят мне сказали что копы ничего не делают вот теперь я буду делать мне кажется сэр или вот этот автомобиль слива что с ним ну он сначала стоял на встречке а теперь он подъехал около нас и стоит он пустой вроде не 015 активным юниту вы можете принять вызов на пляже и 015 активным и процессор застойки не видно Да, ну да, вроде пустой. Епта, она вообще сумасшедшая, что ли? Это что за скорости такие? Ох, эти таксисты. Да совсем оборзели мрази, блин. Ездят как хотят вообще. Это вам, блин, не Нью-Йорк, это там у них паника с таксистами. У нас тут город посвободнее. Ой, Деградор, ну что там вообще, всё же такая машина была в дискорде по поводу копов. Нам даже пришлось один пред выдать. Линкольн один был на службе уже? Я его не слышал. В ПД просто девушка пришла, хочет лицензию на оружие купить. Лицензия на оружие выдается в амуниции. Она тоже что? Ей нужна только справка от психолога, что она вменяемая. также можете записать её данные с айди-карты и телефон, чтобы она пойдёт получать. Ну, она говорит, у неё уже есть справка от психолога в амуниции. Я её отправлял, говорит, не продаётся там. «Очень интересно». Тогда это только капитана, потому что я такими делами не занимался и мне об этом ничего не говорили. «Ну, понял». «Я как бы хочу помочь, но я просто не знаю как, поэтому надо капитана дождаться». «Да всё, на самом деле у фиговых копов осталось там что-то два или три, по-моему». Что-то он, кажется, не торопится. «Да... Может, ему просто-напросто не передали?» «Ой, не знаю». «Ну, давай ещё подождём там посмотрим». Блин, реально, вот если сейчас, короче, мы дождёмся, это приедет тот же чувак, ну, или чувиха, я не знаю, кто у них там главный. Я реально штраф выпишу. Давай подумаем, какой штраф бы он выписал. Так. Я думаю, это небольшое правонарушение, да? Ну, конечно же, обязательно неуважение полиции. Нет, слушай, во, препятствие правосудию, всё. Нормально? Как думаешь? Препятствие правосудию? Не слишком ли для них этот самый? Ну, слушай, да, при доставлении ложной информации, как бы, 700 баксов, я думаю, они вообще на говно и зайдут. Спасибо. 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 Блин. Я все-таки выписал бы неложение офицера при исполнении. Как говорил мой друг, это наш кандидат. Погоди, это где? В каком разделе? Незначительное нарушение, сэр. А вот и он, походу. Да, здравствуйте. О, добрый день. Вы здесь начальник, да? Да. Слушайте, лейтенант полиции Джим Стрит. В общем, такая ситуация. У вас машины, ваше такси не пропадали нынче? Да нет, ваше. Ага. Просто был вызов о том, что взламывали автомобиль, такси в порту. Вы ничего об этом не знаете? Не-не. Так у нас же тут местные еще на таких же машинах катаются. Ну, я понимаю, поэтому к вам приехали. Да нет, ваше не было ничего. Ну, понятно. Ну, если что, в общем... Да, я сообщу и седу. Спасибо. Все доброе. Да. Надо же. Ладно, говори, что едем на патруль. Адам 6-15, отправляемся на патруль. 10-4. Ну, а чего? Как еще там? А он все-таки сказал, что у них ничего не пропадало? Не-а. Не, просто из-за шума дождя особо не смог наслышать. Не-не. Сказал, что ничего не пропало. Типа он ничего не знает. Типа, возможно, там местные какие-то были. Ну, другое отделение такси и все такое. Да ладно. Да ладно? Вы раньше были в этом кинотеатре, в котором нас садилось и проехали? Угу, было. Классно там, да? Я просто не был, редко хожу в кино. нормально тогда сейчас особо знаете смотреть нечего то что да еще один шлак а если выходит реально то есть прям вообще лучше не ходить слушай да сейчас больше фильмов всяких выходит в интернете поэтому не то что именно там пиратские какие-то сериалы больше такие дай ну и сериала такого например тот же сейчас выходит скоро джокер слышал да да конечно свинками 7 отсюда обсуждали его надо ну вот и он же в интернете будет уж кино не будут показывать ну даже так я слышал что тогда не знаю может конечно и будут покажем посмотрим ну вроде как нет типа что он чистый интернет русский еще этот скоро выходит ирландец про его не слышал до 3 как раз смотрел я тут слышал что джокер уже этот выиграл там взрослого льва и короче и после показа там после титров люди 8 минут стоя аплодировали короче там походу фильм вообще охеренный даже настолько круто ну прикинь я все-таки жду сериал про этот я вспомню про роботов любовь что такое там название любовь смерти робота да типа этот второй сезон то да я прям засел прям вот за один день посмотрел да я так же а там маленькие серии чё там по 10-15 минут я прям закинулась 1 прям серии вот я прям довольно остался 1 серий 2 такая смешная когда они там тоже я не помню какие там какие меня приколола серия где чувак там в космосе застрял его там какая-то жужелица насиловала вот это или бы как это робот там прогуливаясь по вымершему с этим скотом до которой прикольно но все-таки конечно концовка первой серии когда там про животное какое-то там еще что-то там роботы какие-то битвы были на арене а да 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 тоже я прям вообще неожиданно очень неожиданно все-таки не пожалел как говорится времени просмотра как что-то интересное было это налево который повернул да 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 б ес фонда аккорд по моему Угу Так, поехали в тачку помоем Что-то смотри, дождь идет и прям вообще никого на улицах нету Все тихо Все прям боятся что-либо сделать Ну Так, слушай, это самое Выйди-ка на минутку Хорошо, сэр Блин, что за фигня Слушай, скажи, у тебя тачка чистая? Ну я подходил, да, была чистая Понял Ну потому что видишь какой трэш на ней? Они хоть ее горячим воском натерли Да хрен его знает Меня не спрашивают А почему у меня одного стекла нету, блин? Он нет Слушай, давай к ФПД заедем Линька 6-15, отправляйся То есть в партаменте 10-4 Сэр, у меня вот возникает такой вопрос По поводу команды принято Кто ее должен все-таки произносить? Как бы кадеты же не должны ее отвечать 10-4, правильно? Ну если вообще никого там на смене нету Почему нет? Чтоб хотя бы знать, что кто-то еще есть Ну так обычно Ну как бы офицерский состав Да, старший состав Да, старший состав вообще, да Я как раз в СССР сейчас покажу свой автомобиль, если интересно А, давай, да Да Серьезно? У меня опять тачка залагала Блять Да что ж такое-то Да что ж такое-то Хрена она у тебя заниженная Ласточка моя Неплохо, неплохо, да Ну я правда с рук брал Там у них Какая-то проблема с подвесками Поэтому Она не повышается Я бы повысил все-таки Ну да Согласен Диски из нее скали очень дорогие Хотя мы сняли и посмотрели А это реплика Китайская Угу Ну хоть смотрится как бы эффектно Слушай, не, классно смотрится Да Классно Ну, поздравляю, чем Сейчас я выгоню машину Короче Классно Классно Направляюсь в полицейский департамент 10-4 Сэр Там Заправиться вам не надо? Ну, 71 пока нормально Так, ну говори, что мы на патруле Ну, опять патруль, да? Да, да Адам-617 отправляется в патруль Ох, как бы это снова затишье Перед бурей не было, а Я прямо чую Я прямо чую Запах паленой резины Ага Ну просто гонщиков-то мы точно еще не поймали Так что они активизируются вот сто процентов Не знаю, там сегодня, завтра, конечно Ну, сэр, они мне подпортили, конечно, жизнь Ну да, а ты в больничке сколько, три раза был за них? А, два из-за них Один там Это вот когда По-моему, мы с вами как раз В этот самый... Ну, там не гонщик был, по-моему Ну, понятно Просто в последний случай с ребром как бы дает осизнать Даже вот сейчас как бы ноет ребра Да, слушай, я тебя прекрасно понимаю Из-за погоды Три раза был перелом ребра Поэтому Одного и того же Притом Потому что я то Настрадался в свое время Интересно, чего таксисты ездят по двое Вебрушка Может быть, один как бы рулит, а второй страхует? Не знаю Знаете, тоже там фильм такой про такси, когда там один спит в багажнике, а другой водит Да-да-да Как вариант А у нас, сэр, где-то на окраине была закусочная, бургерная Да, была Она еще работает? Да, вроде бы Не знаю Че-то как-то есть, пока на смену ехал, захотел стак бургеров И в итоге так че-то не нашел Слушай, ну я когда последний раз там был, там работников не было, поэтому я не знаю что А, даже так? Ага Я помню, там у них этот автомобиль в бургер этот украли, на котором Йети потом рассекали А, эта история с Йети Ага Тоже подпортили они нам жизнь А, сэром, вот у нас же погиб, получается, кадет Ну Это в Йеба А мы как там похороны организовали хоть? Слушай, нет Ну как бы с почестями там все дела, ну как положено Слушай, нет, надо, кстати, с капитаном поговорить А у Мими привет Ну просто, получается, мы его похоронили и у него, как бы, и все, и тишина А я, честно говоря, не знаю, хоронили его или нет, потому что Доктора-то вроде ничего не говорили об этом Какая булка дырёвая Шо? Как дела? Все замечательно, как же это прекрасно А, блин, надо в ПД заехать, мне там надо кое-что выгрузить из себя На сумке Доложи, что мы в ПД едем? Да, можно сказать АДМ-615 вправляемся в полицейский партамент Тренирую кадетов Линкольн 16 возле ПД Находится спорткар на перекрёстке И, так сказать, прогревает резину В дождь Красиво Сглазили, сэр Походу Может быть, задержим? Вы как раз движетесь на этот перекрёсток А он что-то нарушал? На рекламу едят Сейчас на красный, браве, или на зелёный? Нет, ну и проект на зелёный Зелёный, но с очень большой скоростью Так, ну отправляйте сейчас это самое Каспид юнит возьму Или, может, ну его нафиг Ой, допускайте Линкольн 7 и Линкольн 16 Формируют адам 7-16 Линкольн 7 и Линкольн 16 формируют адам 7-16 Класс Класс А, ну хотя нет, можешь посидеть сейчас Я сейчас Код 6 на пару минут А, ну давай Куда думать чуть Я не люблю Срежить кондитов Мэм? Да, да, что? Вы что-то хотели? Да, нет, я уже ухожу Гонщик возле ПД только что проехал Остаются две твёрдники 10 куба 10-4 Линкольн 6, код 200 Так, виски 3 штуки Водка 1 штука Я его подрезал, он упечатал всё дерево О, не-не-не-не-не Ремкомплект 2 штуки Ром, 12 Откуда у меня 12 Рома? Откуда? Хе-хе Надавали А, я знаю откуда у меня 12 Рома Преследуем чёрный автомобиль с зелёными покрышками Так, выпей Не-не-не А, это волчонок была? Сексяшка Так, Линкольн 15 присоединяется к погоне Да, блин, какого хера опять закрыли? Движемся на запад По бульвару из Пуча Постарайтесь ваши автомобили не разбить, я вас умоляю Десять четыре Нам очень сильно мешает дождь ориентироваться Я понимаю вас Я поэтому сейчас спид юнит не взял, потому что в дождь на спид юнити это убийство Что у меня там соседи? Опять трахаться начнется Он упал и роняет Роняет что-то Чё тут творится Эммммммммммм adding Не спасибо Десь четыре Куда он направился? Эммм, твоего Ронount Движения получаю за куда вы поехали 4 еду за вами на пипец у него конечно там . побыстрее моей будет я не езжем других блин ребят я жду обнову все уже анонсировали короче то что будут тачки в обнове алинка шатко тренинг сейчас я твою стану слушайте гонщики самогонщики ёп к 1 серваке ой у нас полностью новый автопарк будет 64 слота новые шмотки короче дофига 1 супер круто супер огромное все подруга интерфейс по идее должны завести ёпта я не знаю про то когда 15 направляюсь по цельский департамент 16 источник 16 16 17 21 21 22 23 ap 22 25 ой, там у меня соседи, кажется, нажрались, короче, арбуз Ну и где он может быть, блин? Гонщик этот Так, если он врезался, значит, предположительно, он может поехать в ЛСК, правильно? Причем ближайший А, кстати, он может быть еще в Бене Мы как в Бене сначала заедем Че, Мими, тебя сегодня ждать или ты опять ночью зайдешь? Ммм, я все равно могу сейчас по телефону там написать смс-ку, может быть, к тому, к которому я чинился, может он заезжал к ним? Да не, не надо Скучаешь что-то? Ой, я же не знаю, сладенько моя, ну прям... Может быть, может быть Сэр, добрый день Добрый Вы механики? Я механик Слушайте, вы тут такой серый спорткар не видели с зелеными колесами? Нет, я сейчас отъезжал, только приехал А, ну понятно Ясно, слушайте, если увидите, сделайте вызов полиции Бене Бене Да, благодарю вас Что там в Твиттере? Скоро хэд. Пересообщение последнее, посмотрите. Скоро будет хэд. Девочки и мальчики, мы ждем вас на улицах. Мы хотим, чтобы на улицах было реально жарко. Реально хэд. Хит. Хит. Грустная история. Ладно, мы направляемся в ПД. Берем этот самый. Спид юнит. Нортона кто-нибудь видел сегодня? Я видел его около ПД, но куда он смелся, я хрен знает. Сэр, вы хотели заехать в Виргу ЛСК? Да какой уже, если там сейчас хитовцы будут, то надо машину хотя бы поменять. Зайдешь скоро? Это прекрасно. Ну спасибо. Че там у вас? Так, все погоним. Так что, мне выгонять спид юнит тоже свой? Да. Десять четыре. Пид юниты, как назло, нет. Так, Рилтон. Ну садись, садись. Запутался что ли? Ну конечно, сэр. Ну они же разные. Ну мы пока просто патрулируем, правильно? Десять четыре. У нас просто на парковке ощущение как бы не очень, поэтому кажется, что они одинаковые. Сейчас заправимся. Юнитов у нас маловато, конечно. Садись. Садись. Игорь давно не рпшит я забыл как перса зовут да 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 пристегиваемся и когда резко газуйте аж дух захватывает слушай то у нее вот педаль газа такая я ничего не могу сделать да мими у тебя есть и я тебе всегда будет чем заняться а потом такие приезжают куча копов такие замуж по рп выйти и сесть в тюрьму ничего себе вот это у тебя планы на жизнь это да о боги так нам нужен шакс хотя он блин не сдаст никого даже если знает может надавить на него да ему бесполезно по моему пофиг он и отсидит если что слушай я честно говоря мими тоже не знаю о своих планах у меня лейтенант прям не знает что делать не пальцем деланный ну да сейчас я не по зрителям такое почему 40 человек что это такое вообще рано что ли еще они все проснулись не все с работы пришли ребят нажимайте кстати кнопки follow вступайте в паблик вконтакте и подписывайтесь на канал да за два с половиной доллара а и в целом случае в центральном будет ну да мы сюда едем ну и тут конечно же никого да Блин, какая же она резвая, боже Красная субстанция у сабов, да, это кровь, только я ее буду переделывать Потому что мне вот за один месяц вообще не нравится Ну блин, так получилось Я не знаю, как ее красиво нарисовать, у меня что-то идеи кончились А когда это я рисовал, что-то Блин, два, наблюдаю упор зелеными колесами около кубов Да блин, во-первых, мне нужен художник, во-вторых, мне нужна идея У меня был художник, но слился Или я слил, мне не помню Десять, четыре, рядом, семь, шестнадцать, выдвигаемся Адам, шестнадцать, семь, тоже рядом Куда они выдвигаются, я прослушал Парку бокса Они там? Они наблюдают вот эти желтыми колесами Зеленые, зеленые, зеленые Зеленые, зеленые Все понятно Ой, мамочка Тянул в сторону Икорна Аж сердце в пятки ушло Игл, ты его преследуешь, да? Есть четыре Что офипец, вы можете наблюдать? Иде мой голос, да, я тебя видю Он здесь, тобой? Да-да-да, он едет перед нами Едет за ф то Что, сэр? Скоро будет Мне кажется, или голова болит? Ну, может быть, кажется подруглял вам ушел говори-говори врата ходит направо на сразу блин едет самую жопу господи как же в дождь неудобно ездить ну только дай мне прямую продолжает движение по бульвару господи наркоман ты чертов что ты творишь то ёб твою ты координируй координируй продолжать движение по дождю драйв у меня в глазах на такой скорости все плывет нахрен сервис прайки сэр да но он же сейчас убьется он еще сигналит аферон описывал вернулся снова на альтера стрит вернул направо раз вернул на кале авеню а выехал на дачу лондон стрит ну все ему хану или на таких случаях они обычно говорят сейчас перейду на вторую ёпта серьезно по путям аккуратнему сзади когда вы играть не низко машин для путей ну как бы вообще да но пока едем господи больной машину поцарапал свернул на железнодорожную путевку господи у меня ручки потеют веков портовая куртизанка ну извини да я про него да мы тоже блин обогнать бы его так держись а у нас есть какого какого хрена выходим каким твою мать и мне мог доложить хотя бы да мы за тобой хотя бы не так гонялись чтобы я блин минус две машины ты серьезно нортон нормально машины так ладно раз за машина еще на ходу или нет ведем преследование пока едем по путям в общем патрулируйте город вот твою мать сэр да что сиди там отдыхай так ладно вы тогда вдвоем езжайте сейчас мы с этим разберемся будем дальше преследовать и типа потеряем тогда раз он под прикрытием сука мне волоска еще тебе надо есть ли им комплект свечи надо поменять свечи ему надо поменять ну хоть слабо не капитанская машина спасибо слушай а у нас же тоже остался да и ноги разбить чуть-чуть так ладно мне волоска поеду в любом случае кооржинировать лиза что за слова такие а люблю ценю русский язык да спасибо за фоллоу ребят как будто угнать за 60 секунд смотрю ну да блин а он хоть на рации нет слышь а ты хоть на рации а ты хоть на рации да а то есть ты нас слышишь ладно сюда и езжай короче то самое ну мы типа в аварию попали сейчас я по рации передам окей аккуратней будь я тебя прошу так докладывай что мы в аварию попали и упустили подозреваемого адам 615 попали в аварию подозреваемый скрылся а направляемся волоска саша ну как я его бортанул то а ну да самое главное что целостали сэр угу так надо бы отсюда выехать как нибудь сейчас бы капто с его пи ну да нафиг ну капто типа в курсе так здесь выезд есть ни черта не вижу а да откорженируйте меня полностью все я теперь буду над Лизой прикалываться пусть она стрита корженирует ааа блин и и и Так, сделай вызов механикам. А, подожди, вон там есть кто-то. Че, опять сломал? Ну так, немножко помял, царапал. Ничего критичного. Так, сэр, ада видно? Ага. Что же вы начнете так? Вы еще спейте меня, да, полицейский. Здравствуйте, мужик. Сэр. Ммм. Твиттер читали? А че эти за вот эти вот эти человеки были на машинах? Да я-то это знаю. Да просто ваш босс вышел, так их прогнал прям по жесткому. Какой босс наш? Ну или это не босс, вон тот. Я таксист. Ты таксист? А, так это ты тут непонятливый. Интересно. Вот и мне стало интересно, сэр. Ты меня? Виндва вернулся, подай. Линкольн 15 всем юнитам проверяйте твиттер периодически. Там уже какая-то перепалка этих хитовских. А нам спир юнит второй поставить или на нем патрулировать? На нем. А, 24. Стрельба на стробере. Медицинский центр. Выдвигайтесь туда. Мы сейчас без колес временно. 10-4. Че он его сбил все-таки? Это, видимо, зеркалом задел. Ну а че он под колеса твит? Да. Ходит дяди, по-моему, боксы найдены. Солданы сэр шипс-то. Нормально не было. Слушай, что-то они конченые. Да, мы уже с ними общались сегодня. Не уважаю даже полицию. Согласен. Можно я их пристрелю? Нет, нельзя, шакс. Отстрел животных. Ну, блин. Нет, 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 не надо. Я рецензий на убийство. Ага, че тебе еще? Траву мою ведь дайте желательно. Ага. Ну, тогда я пытался. Сэр, там пушуют гонщики. Поехали. Треба была в медицинском центре? Ну, где-то рядом, да. 10-4, да, в районе медицинского центра. Адам 6-15, эти код-1 по последнему вызову. По гонщиках. Адам 16-7, 10-2 оказываем. А, подожди, вы на Speed Unity, да-да-да, здесь уют. Все остальные юниты патрулируют город. В погонях вот за... Ну, пока не участвуйте. Всё равно не догоните. Видим гонщиков движутся сверху над медцентром или на веню вроде как неоном вчерашнее так ты можешь там эту самую точку убрать на карте никак нет началось движемся вдоль канала в южном направлении блин ты можешь там смотреть карту и мне докладывать куда ехать или тебе это сложно будет он попал в аварию она попала в аварию кто попал в аварию с белым неоном машина за рулем вроде как женщина на вид продолжать движение не нет ты просто ты юни ты видишь на карте движемся на запад в районе гетто так мы в гетто как раз а вы скоро выйдете на нее видим видим зеленый неон рядом мы за ним тогда вы за белым давайте фуф ну да отгони ее блин ёпт твою мать мрешь не уйдешь господи мотороллер ты координируй ты координируй координируй ребят да в общем я приехал к медцентру никто не слышал никаких вопросов адам 615 преследуем бойчиков билл неоном проезжает мимо бд твою мать сука ты там живой я пристегнута забыл я живу мое ребро зеленый неон выезжает на окружную все хорошо сука скажи что у нас 10-12 ладно меня враги небезопасны тут ремни да не говори блин мне что-то казалось что я пристегнулся движемся по окружной дороге через центр города меня просто сэр так резко дернул что походу и снова ребро тут терпи да я потерпу сэр лучшая работа в мире да 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 так слушай подожди блин мы же не поедем опять в этот самый тут вроде не так все сложно было пара царадин ща погоди блин твою мать током ушатал ну да ну блин ну понимаете у них тачки заведомо быстрее наших блин ну если я тут буду каждую аварию отыгрывать ну это пососяушка сами понимаете так что давайте лучше контент создавать чем блин сидеть в медцентре согласитесь так 2 возьму так 2 возьму кого закрыть машина как там этот реально стоит ну забавно да ща погоди тачку проверю я его потерял а ребят вы мне пишите блин через собачка мэдэш и там уже это ремни я не вижу большинство белых сообщений интересно какой финал этот ивент смотрите поехали так я пристегнулся не аналогичный сэр да ладно не ной все нормально мы уже с тобой тертые калачи нам и не такое с нами было ну так вот да сэр а линкер 15 вы ведете преследование 10-6 потеряли он по направлему свернул сэр да вон вижу а в сторону гетто они поехали 10-4 на машина и нет да да мы его потеряли а это наши были бы посмотри там он вот он вот он а блин это наш нет не докладывай не докладываю мы не молчу сэр я хочу twitter посмотреть да 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 там терминатор из лспд и когда второй раунд они ничего видел пор зелеными колеса пакет 4 я потерял сзади сэр что кто пронесся где куда нчит налево налево туда налево да он туда пронесся сэр по этому перекрестку с правой стороны налево ждем пока дозаправиться да я думаю рано блин поехали в одну и пока twitter посмотрю какой-то white crow пишет кажется лспд пыль глотать любит они смотрю разговорчивые хит юнита сейчас нету у нас вот только борода но это по идее тоже что-то хит юнита наверно не знаю поехали пристегиваемся опять он ну давай погоняемся за ним чуть-чуть может других найдем туда блин да что с этим грузовиком то не так ёб твою мать так чтобы еще раз поехал ну жопу ты там живой линкольн 15 линкольн 6 у вас как дела по моему линкольн 6 к 200 да какой блин блин мать Борода, Стюарт, Кларус. 1-16, 7 потеряли. Здесь 4. Хит-Юнит это машина останавливающего действия. Да, вот, чтобы тупо где-нибудь на большой дороге, где никого рядом нету, долбануть со всей дури и остановить машину. Но вот эти вот тачки хрен догонишь на этом хит-Юнити. Только на моей можно догнать, ну и на второй ламбе. Блин, я теперь один. Годила, чё, походу там вообще всё вырубилось, что ли? Линкольн 6, Линкольн 15. Да, где вы находитесь? Недалеко от заправки, где вы справлялись. Под настол. Растягивайся. Интересно. Аллоромикс, привет. Так, ну ждём. В Твире пока больше ничего. Адам 16.7, напомним 10.55. Такси. 10.4. Такси останавливает на спид-Юнити. Молодцы. Хоть кого-то догнать могут. Так вот да, сэр. Кто-нибудь гонщиков наблюдает? Стёрт или брюш-брода. А вот веткишина. Значит не наблюдают. Угу. Бабший. Да, да, да. Ну они же, сэр, дед, должны чинить свои корыто. Ну, по идее, это да. Кто-то где? О! Шакс! Пойдите из машины. Какого хера? Ребят, не надо выходить. Видите? Вы чё, гоните что ли? Шакс? Погодите. Чё тебе надо? Шакс, уйди с машины. Погодите. Ты чё, насрать мне на машину собрался? Нет, подожди ты. Я люблю вас, господин полицейский. Очень, очень сильно. Слезь с машины, иначе я тебя арестую. Люблю, люблю, обожаю. Идите ко мне, отдайте сюда, выйдите, я вас поцелую. Обниму мои сладкие мои джики. А ну идите сюда. Слышишь? Слышишь? Игл, пакуй его. Ну пожалуйста, ну выйдите. Ну давайте, я проспорил, но не обращать внимания. Вот посидишь в этом самом. Сойди пожалуйста. Ну ладно. Всё, давай в тюрячку его. В смысле? Заживай. Ну ладно, штраф ему выпиши. Заживай. 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 Непочинение полиции? Ну а сам-то подумай, какой штраф. В смысле? Заживай. Хулиганство ему выписывай, ё-моё. Ну ты не видишь, чё он творит? Хулиганство. Давай, давай. Нахулиганство. Куда я? Только не нам, а ему выписывай. А я стою смотрю. Ну то и стояно. Так, минус три полицейских, хорошо. Сколько у вас сегодня на смене? Да хера. Ты штраф получил? Да, я уже платил. Молодец. Сколько у вас с ним против? Каждому полицейскому надо так сделать. Отвали, шаг, всё. Пошёл нахер. Адам 6-15. Адам 6-15. Код 1 по последнему вызову о драке. Адам 6-15. Код 1 по последнему вызову о драке. Страшно-то по городу на этой хрени ехать. Там же, сэр. Я понял уже. Название этой улицы где-то. Да пока сэр проверит твиттер, может быть, научишься-то было. Давай. А без изменений. Угу. Угу. А там же сэр. И мне этот придурок попал звонил. да алло 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 меня не слышно? вот слышно, привет сэр, нужно в полицейский ехать я слушаю, я работаю ну там двое были? ну слушай, да, у нас тут погоня да? ну ладно я попозже это самое напишу ну или ты пиши, я потом прочитаю как освобожусь я стала быть первой хорошо я напишу только ну буквально там попозже в общем хорошо я просто за рулем ты понимаешь у меня тут проблемы тут несколько гонщиков которые нам можно самая большая проблема ты я я понимаю что ты самая большая проблема так нет я живой не живой я поняла ладно давай да все давай это был не шакс если что ну да сэр с шаксом мне кажется по-другому разговаривали бы ну да ну что эти женщины линкольн 16 всем юнтам кто не видел надвигается буря припаркуйте пожалуйста автомобили в гараже и найдите безопасное место ну вот и дождь сэр давай выкатывайся смысл блядь почему у сука а вот исчезла да я вижу вижу ребят ну мне тоже так показалось вот я и уехал что вам показалось да медики говорят останьтесь мол типа нам тут одиноко мы проведем осмотр а ну я драпу дал и уехал правильно сделал то они нас выгоняют ну вот вот и я про тоже когда на вызовы приезжаем типа выгоняют а когда нет работы такие да 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 ой повеселите-ка нас мы клоуны что ли да и не говори фокс реально надо запрашивать их видео и штрафовать их за ложные вызовы чаще всего они приходят так пойду я задумаюсь ненадолго скоро вернусь давайте сейчас выйдем да ёпта куда ты бежишь то додик ой ой не то дело блин потом он опять на рацию выходить оооо ооо оооо петалька о боже сколько там сообщений то у меня в дискорде дискорде дискорд сколько сабов блин 26 сабов ребят кстати напоминаю если вам нравится трансляция не забывайте нажимать кнопку follow вступать в пабли вконтакте и в дискорд ссылочки есть в описании также можете оформить платную подписку всего лишь за два с половиной доллара на твиче вот я был бы вам за это очень-очень признатель да да ну слушайте еще плюс пять человек кстати на серваке вот а понятно сервак болел поэтому ну да ладно там новый айфон с тремя камерами твою мать твою мать три сука камеры три ребята куда им столько три ребята куда им столько ну так сливы о трех камерах были да да ослики ты вообще классные мм да вот ребят так вот так подписывайтесь бескрыл спасибо за хвост ничего себе вот это да вот это да какие люди в голливуде здорово бескрылочь как дела как там вовка как твое самочувствие главное блин почему короче где виалити он закончил стрим что ли лол а на ивентовом перси не стримит блин короче у бороды угодил чаще зрители мало печалька конечно я смотрю кстати вообще онлайн на гтрп у людей упал очень сильно слушай бескрыл сходи-ка ты к врачу а вот мой тебе совет реально ты запарил у тебя там температура 38 блин а сходил уже и как получи галку а потом о них думать да получу ребят получу я галку знаете кстати какой у меня сейчас средний онлайн вот ну сейчас же онлайн реально поднялся у меня то есть ниже ой я не могу поспалить онлайн недостаточно данных для отображения пока пока ну короче там за 50 уже то есть нам короче надо где-то вот недельку постримить где-то 75 плюс и я думаю что мы выйдем как раз на нормальную атом хард привет воспаленный лимфоузел левый челюсть больно двигать язык белый гурл скажи жду анализа блин так тебе нельзя разговаривать если лимфоузел воспален ты да ты стримишь блин ну ты вообще красавчик конечно просто останешься без голоса и будет тебе surprise motherfucker ну все ты че творишь то как вы тут да нормально кстати без крыл прикинь какая тема у стримдека появилась короче мобильное приложение то есть на телефон стримдек я себе сделал не надо покупать короче стоит 2000 в год отдыхай отдыхай конечно ты чего вообще красота то есть мне по сути ну блин я хочу все равно себе стримдек ну как эту ну чтобы на столе лежал короче физическую но пока я вот купил себе на месяц не знаю сейчас вот у меня день рождения послезавтра точнее уже по сути осталась вообще фигня 12 в общем может куплю слушай я бы пользовался честно мне нравится мне нравится просто телефон тоже насиловать не очень хочется он же постоянно включен должен быть а это разрядка разрядка так че там пишут сервер жив отлично но супер удобная штука конечно там сцены переключать микрофон вырубать там звук всякий класс вообще ну что то весь трещу прям что то весь трещу прям я не знаю в четверг я возможно постримлю в пятницу в субботу я в летость но в пятницу я точно стримить не буду в субботу скорее всего тоже потому что ну не получится я думаю после пятницы ну да да у меня тоже не особо места много но я бы нашел бы куда его определить в смысле че the white list че так fm не тупи давай там хард смотришь как сериал ну правильно слушай рп вообще огонь правда мне все очень нравится прям круто круто и зрителей много и вообще все хорошо не в вов не играю времени нет сейчас работы много плюс рп вообще не до этого буду играть но не знаю позже рп надоест пойду там на отдых буду играть там по выходным там что-нибудь такое так и вредный а что-то мне тут сказали недавно что мы там типа душ недушные короче вообще пузьки и я решил что надо короче подушить ребят так что я сегодня всех штрафую всех останавливаю лингром 15 на связи да не обидки какие обидки пора вывозить убивать слышь а прикольно у меня та все тачки от а нет вот появилась у лин 2 код 6 у лин 2 код 6 так давайте я отойду на минутку щас вернусь так давайте я отойду на минутку щас вернусь лингром 15 код 6 пару минут щас вернусь щас вернусь так что я вам скажу Продолжение следует... Линкольн 15 на связи. А вы где находитесь? Да, на парковке. Питя, привет. Ключик? Так блин, скачай пробу. Ща, погоди. Да я не помню как это называется. Уф. 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 Идана. да 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 ромикс осуждаю так поехали до магазина доедем водички купить я машинку сервисы хорошо да что ж такое-то блин першит в горле ну у и и и М-м-м, м-м, м-м. Так. Продолжение следует. Блин, погоди. Вроде бы дорогой автомобиль, да. Сигнализация в сторону китайской. Да я вроде его не закрывал, а он закрылся. Патрулируем? Ну да. Адам 6-15, отправляемся в патруль. Ну там у нас как-бы с бензином нормально всё. О, кстати, да, молодец, что напомнил. Не хочется с СССР попасть в просак. Так. Да не говори. Ёпта. Чё-то это я отдал маху. Ага, Линкольн 7, квад 7. Линкольн 16, квад 7. Ага, Линкольн 16, продолжаем патруль. Я знаю, да, что СМС-ка было. 10-4 сейчас подойду. Сейчас выгоню. Патруль. Так, сейчас вы тут на СМС-ка тучи? Я пока твитер просмотрю. Ааа, они пишут, мы уже тут, вы знаете, где нас искать. Очень интересно. Опа. Да ёпта. Адам 6-15, преследуем гонщика. Стропери-авеню. Вернул налево на Сан-Андреас-авеню. Темный автомобиль, зеленые колеса. Где просто СССР, задым не видел. Преследуем гонщика с зеленым неоном. Ой, с красным неоном, зеленая машина. Где вы находитесь? В районе гетто. Справляемся обратно в сторону Кубов. Уже упустили. Сипа. На Кубах повернули налево. Адам 6-17, гонщик зеленый колес не утерян. Двигаемся на запад. О, сейчас держись. Я пристегнулся, сэр. Я по-моему тоже. Я не помню. Нет, нет, все хорошо. Надо надерживать, сэр. Свернули на север, движемся по Деккер-стрит. Видим лошадь. Это Шакс, это Шакс. Увидели его? Нет, мы его преследуем. Ездит в сторону Лоска. Свернул. Блядь. Лаги. Свернул на Норд. Рокфорд Драйв. А, нет, блин, я думал тут можно проехать. Сейчас бы по Вайнвуду кататься. Свер, мы не можем его посадить надолго. Можем. Бля, бля, бля. Ты живой? Я живой, сэр. Я его не вижу, сэр. Я тоже не вижу. Можем. Ох уж этот Шакс. Угу. Адам 16 потеряли Здесь 4 Впереди кто-то едет Мы не уверены, что это гонщик, сэр С такой скоростью? Ты шутишь? У нас только два спид-юнита Видим гонщика, бульвары на стенах Развернулся А серый автомобиль с зелеными колесами Ну а ты чё с этим придурком делать? Показательное задержание, сэр О-о-о-о-о-о-о-о Слушай, он чё пить бросит? Адам 16,27 видим красную машину Все летом неоном Движемся на запад я тебя поймаю посажу все не поймаешь я спрятался я в домике да конечно я хочу сводить пошел так где они там не наблюдает на карте сэр повторите где вы находитесь находимся в районе лотка есть четыре они портуют нам нужен хит юнит все еще наблюдаем их всех вот они сэр оказываем 12 можем попробовать выманить а невозможно за нами как его остановить короче если он будет прямо рядом с нами стоять тазер доставай по колесам стреляй никакого боевого мы едем же фиолетовый nissan skyline да ёпта три автомобиля здесь так все мы мы выбываем из гонки мы закипели корень набор с собой так ну давай это ублюдки а далеко мы 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 будем мы это по сэр у да все залил где он да короче господи женщина ну дайте мне поработать немножко я прошу тебя готовься твою мать фух машина синим неоном находимся впереди сэр на душа в пятки ушла сэр у меня тоже да похер направляемся в район гетто да смысл мобиль где-то ты стрелял автомобиль тазером тазером не надо боевое ты говорим что тут все три все три белый неон фиолетовый неон зеленый неон движется по шоссе или сбил сандра савеню движется красный автомобиль красный неон он почти потерял свернули на бульвары не надо давай на выживание тогда попробуем может они убьются во что-нибудь наблюдаю машин синим неоном еду в сторону уникуорна а там 16 и он едет в сторону уму на геталь четвергорода вернули на макс стрит дали на строгой авеню автомобиль с белым неоном дальше на бульвар иносенс и элгин авеню а там 167 красная машина фиолетовая подсветка движется за вами мы движемся за ними в районе парков блокируйте блокируйте ее в порядке твою мать да я башкой приложился ты живой блин у меня аж в глазах звезды полетели серая машина с синей подсветкой адам 615 выбыли из гонки 4 едем в пд 4 едем в пд но как минимум 3 машина находится возле кубов 5 давай ты еще нам не уступи давай ты еще нам не уступи я не знаю я не знаю а погоди слышу на побежник болит так вылазь твою мать у меня у меня не работает нормально я потерял освет да так и есть что это мост вонтед сейчас заедем в пд блин да у меня машина в мощности немного потеряла я смотрю я что у тебя с машиной все хорошо дымит что-то сзади я так и понял сирену 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 сейчас приду да блин ну блин 20 что ли все последние ремки вылезай че он там пишет ну все сирену сирену он пишет что две ламбы отогнать не можем и хэштег джимбы иди домой они столкнулись с собой снова попал в аварию давайте белого давать 1 ловить мимо подойти через мост поехал нагоняйте его ко мне налево через мост да вижу я что они еще не убили никого странным у меня председатель гонщика и он не он обойдет есть четыре здесь показываем вам сзади вас находит еще один аккуратней так куда ж ты мать твою думал что лобовое будет нет уж твою мать что за скорость то такая а что там азот залила залил для придурочные похода авиационное топливо да как да ну нахер держись ну не нет блин ну вот сколько же за вами гоняться то а твою мать короче знаешь это бесполезно по моему как на патруль у нас такой информации не было живой нет у них тачки не ломаются нет у них тачки не ломаются все машины должны быть отремонтированы сейчас же что нету никак нет сэр ну все отойди тогда адам 67 направляемся в полицейский департамент блин у нас же гранатомета нету да как нет сэр жалко а чё канадское посольство прикольно не знаю да сука пошла ты в жопу вылазь блин это бесполезно это блин ну вот так он не сидит а блин он вышел позже и у них ребят очень долго объяснять пум 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 ну да теперь ушах все будет вызывать так пойду ка я сейчас дробовик возьму и хоть это возьмет сэр не знаю сейчас посмотрим линкольн 15 с 7 юнитом в общем план такой значит заманиваем гонщиков так давайте подумаем где они медленнее всего едут по какой части предположительно у них маршруты одни и те же всегда линкольн 15 есть место одно на развязке где очень узко там их можно зажать очень два раза там проезжал получается гонщик на белой машине хорошо значит william 2 и speedunit 2 значит куда будет их заманить сейчас мне покажете где это находится да чтоб тебя алло алло дорогой мне нужна твоя помощь очень сильно что случилось короче ты можешь побыть моим рыцарем пожалуйста слушай у нас тут гонщики прям уже терроризируют весь город я просто я нахожусь на шоссе great ocean у нас мало машина короче здесь лес и алекс и мне страшно если честно хорошо отправь мне тогда этот гпс координат я подъеду только ты алик нам алекс тоже надо взять ну я у тебя там что там вообще в клам машины или что бензин закончился ну я привезу тебе бензин смотри да давай а 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 вы сейчас где находитесь ожидайте минут пять я подъеду к вам сэр там 10 3 да подожди у нас другое задание дальше там угон 9 километров что за какого а должна тем вы проехали на я так понимаю вам это не надо иди проверяй чего не происходит чср леди вы в порядке а что у вас происходит да вот девушка попросила подвести и что-то видимо а а понял паркурс обратно маму а все в порядке ты реванш хочешь шакс я сейчас очень сильно занят не испытывай судьбу это прошу а мари меньше или ты пушка а а может быть вы еще в общем там быть аккуратнее там кто-то кого-то толкнул они решили остановиться поговорить опять проехали адам 615 в данный момент направляемся в сторону палета б и там у нас срочный вызов вы все остальные юниты оставайтесь в городе постарайтесь найти место куда можно будет заманить хотя бы одного гонщика и тогда уже будем предпринимать меры главное что там не было гражданских и не было других автомобилей кроме нашего и гонщика любого мне даже все равно какая там скорость будет как принято а а а а гонщики жгут резину да я понял пускай жгут у меня мало волны что-нибудь там делал а там в виде нас все нормально 55 ты случайно не боишься женщин с бородами сэр да ничего надо приехать там это самое помочь на девчонке одной точнее на двум девчонкам но на второй мне наплевать как хорошо сэр ты если что этот самый пистолетик наготове держи ладно боевой или тайзер боевой или тср линкольн 15 также сейчас по месту прибытия линкольн 6 скинет вам наши 10-3 и если что если мы пропадем надолго со связи то тогда вы должны быть на приехать как принято алло вы там на связи на связи говорю что мы сейчас едем в сторону полета линкольном 6 отправим вам 10-3 если мы пропадем надолго со связи то туда вы должны будете прибыть понятно это будем до спросила всем юнитом желательно всем юнитом потому что нас и так сейчас немного городские как бы сами понимаете не приедут пока не надо так давай там начинаю это самое печатать чтоб как только мы подъехали сразу же ты отправил сообщение хорошо сэр какой код три тысячи почему код три тысячи почему код три тысячи саша подожди а чоку 3000 был никак нет сэр а я понял да кстати хочу напомнить если мы также пропадем со связи не забудьте код 3000 готов давай отправляем правило сэр все будет наготове стой за машиной знаете что я вас похищу что едете вдвоем смысле мы в адаме что вас бензин кончился а вот все какие-то такие неразговорчивые он на работе что это не значит то что нужно на 5 как у меня здороваться даже он у нас серьезный эээпплаш дать по старой век 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 заправляет заправляется нормально век все заправлено что ты достал до со спины это слетел хорошо что это что говорю со спины слетел пока заправлял ну ладно лейтенант хороший вам службы да вам удачи добраться аккуратнему с такой ствол а можно подержать да да нет нельзя поняла это мой его ствол у меня пальчик дула можно засунуть так алекс прекращай алексы достань пальчик из ствола это вообще-то неприятно смотря как так в этот чего тут вдвоем вообще делаете в алекс спроси алекс чего тут за ним делаете у меня был перформанс я притворял с русалкой море это неправда на с кем-то ебалась на этом острове еще и кинул это неправда слушайте мне если честно все равно кто здесь чем занимался но серьезная она просто то есть вот так вот да я поняла хорошо ладно все равно так заканчивай пойдем алекс мне кажется у нас включены и у кстати кадета тоже я так на секунду напоминаю что я на службе я знаю это называется наш это как это вот поэтому категория в порно категория в порно когда полицейские на грудной камеры снимают а вы хотите обыскать меня на что-то запрещено так можно уже сделано а вот у того не загорожена камера упс так ладно езжайте будьте аккуратнее спишемся попозже давайте давайте мистер все равно что я делаю прекрати кадет садись давайте давайте мы с другой стороны будем заезжать мы тогда сообщим какую полосу перекрыть адам 615 мы на связи со штатом все спокойно 10 4 ваша девушка сэр да типа того последний вызов до принимаемую мне кажется у нас кто-то что-то взрывает у нас на подземной парковке нам ехать 7 километров так вы нашли место куда можно заманить да да там очень давно поля машинами или 2 находится там кстати в одном из направлений пробка большая скопилось там прям затор там либо варили бы что-то такое было так что а ты имеешь ввиду где эти два подъема на мост да 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 понял да блин нет там гражданских много искал где гражданских нету вы понимаете что если если мы начнем стрелять они могут поубиваться там все а там не обязательно стрелять там можно двумя машинами прям закрыть просто павильон прикроет выходом и сзади его просто подожгал главное чтобы скорость была не очень большая и вы не улетели там куда-нибудь вместе с этим гонщиком порт они не поедут они на победку же играют ну блин олег даже как-то растерялся по поводу когда ко мне подошла вторая девушка и предлагала за деньги потрогайте мои волосы даже для которой с бородой да да блин они работают в этой грёбаной стрепухи блин у них мозгов как чайной ложки ну алекс во всяком случае 2 это нормально вроде умная мы заезжаем на паркинг если пропадем приезжайте они здесь они здесь перекрывайте оба входа мы едем к вам блин сейчас метку не сможешь да поставить требуется по последнему вызову оказываем оказываем как бы мне на ходу так выпрыгнуть из тачки чтобы блин схватить быстро дробовик и выстрелить 10-12 они нас дотаранили ну охеренно это видишь да да сэр да ёпта лейтенант да охренеть ты видел 10-12 они нас прям ты видел это все все гражданские гражданские не стрелять ты видел он прямо думал вам конец на самом деле он не чиркнул прям колесом по голове твою думал все приплыли возвращайся короче в общем все плохо у них машины бронированные дробовик не берет да доски в блин вы любите страны год модно мне выиграть вообще ты вообще ты видел блин что мне колесом по голове чиркнуло я думаю на бодиками у меня есть прям у меня тоже вот надо будет потом перечислить о боже мой да я не знаю я их не догоню я так заниматься не буду я понимаю да не надо их догонять нам надо вместе всем действовать то есть их зажимать надо в троем по одновременно просто держится все вместе все механика кто вызвали механика мне кстати машина ну вот пускай час они приедут у тебя на ходу же ты сам сможешь доехать ну да я еще доеду грим комплекты просто кончить ну да я там последний забирал а кто заруинил то да ну а вы как нормально вы себя осмотрели может вы ранены где не заметили не 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 все вообще огонь я я от первой тачки успел уклониться и это самое там еще один урод резина жжет ну да ладно вызывайте механиков мы поехали да мы уже вызвали у меня тогда механиков даже будет вместе с вами два километра чё блин один афк второй протаранил понятно да вы конечно блин ну это жесть никто не хочет участвовать в ваших этих гонках я вообще не я кроме шакса никого не вижу а шакса не догнать кроме как на спид юните другие ребята тупят вообще по черному можно попробовать еще возле лска их зажать то есть тоже я уже додумал об этом как раз давайте тогда направляйтесь в лска как будете все там ну я попробую заманить их туда не знаю вряд ли получится да туда одна машина заезжала по-моему у них самая неаккуратная это белая машина насколько я заметил да да согласен надо короче по ней работать если увидим в приоритете держать при том блин а как у них получается у них тачки-то разбитые тачки разбиты но при этом в год моде слушай там в бардаке должны быть резиновые пули заряди мне этот самый дробовик резиновыми хорошо так я сейчас что-то не понял у меня тачка разбита что ли или что они около юникорна 10-4 ожидаем механика пока что не держите сэр так я был не пристегнут сука все в пизду мундаева но я враг долл не упал так сейчас как там это делается продолжить еще и издеваются ты понимаешь что я на линии огня стоял блин дэвис сэр вы так близко выпрыгнули из машины ну я сгруппировался да не никакой баеньки в больничку вы что гоните что ли твой мать шакс сука шакс твою мать я убью тебя преследуем шакса едем в центр города наблюдаем фиолетовый неон я могу конечно оказать здесь и два но один раз да это бесполезно свернул на хавик авеню так хватай боевой пистолет и стреляй по колесам как только мы будем рядом только смотри чтобы людей рядом не было ёпта мамочки мамочки тихо хотя не слушай не на такой скорости не стреляй не надо не надо я пошутил принц сэр да какого хрена шакс да иди в жопу сраный автобус сэр нахер пошел нахер пошел нахер драйв направлять партнер в гараж верну на бульвар вагона сейчас он убьется или нет да блин особо не отрывайся можете взять дробовики зарядить резиновыми пулями мне кажется я потерял шаксу устанавливающий эффект стреляешь человека и он херевает и попадает в больницу но это уже печально какой ваша 10 3 смотри там по карте где он да это живой там до дочь сэр давай 10 3 быстро 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 так да О, блин, что я нажал? Что тут происходит? Я уже понял Все, ладно, поехали Линкольн 15 Я выбываю из гонки 10-4 Оказываем вам 10-2 Он не оказывает 10-2 в том, что мы выбываем из гонки? Я думаю, что да Я правильно понимаю, что вы тоже выбываете из гонки? 10-4 У нас машина разбита, я думаю, Билли долго будет ее чинить Мы ее подшаманили, потому что инструменты были в багажнике, но надолго этого не хватит А я могу эту тачку, интересно, припарковать, или нет? Не, ну, это уже, ну, блин, ну, я понимаю, почему они это делают Ребят, ну, блин, ладно, чтобы вы не горели Это делается специально, чтобы, блин, люди другие Чтобы другие люди участвовали То есть этих пятерых вообще не должны поймать По идее Ну, как бы вот сейчас мы могли поймать Но это уже как бы фейл РП Вот О, поставилось? Да ладно Да ладно, поставилось Поставилось О, поставилось, мафинка Так, хочу вот это забрать Скиф, мы только что поймали Реально, ну, вообще, вот Линкольн 15, а водитель же в машине сидел, правильно? Нет А вы только машину поймали? Ну, он приехал у нас Машина вот так вот развернулась Водитель исчет Водитель, да, как бы А, понял Кофе через лобауку выйдет Возможно У нас машина не в состоянии гонку подмеложать сейчас Один 16, 7, возле Кубов находится Фиолетовый неон Да, да, он тут ездит, я увидел Можете заманить его в ПД, я попробую у него выстрелить, не знаю Мы не в состоянии никого заманивать Если только Игл справится Ну, у меня машина почти раздолбана Не раз меня портанет, и все Машина, да что-то Да вот, ну, так и было Так и было В первый день, ну, вообще, когда затравка была этого всего Так и было Они умирали, новые появлялись Это прикольно А так мы даже никого посадить не можем Ну, они это делают, я говорю, специально Чтобы другие люди, игроки, не администрация Именно Чтобы они могли Тоже участвовать И получается, что мы их должны ловить Ну, не мы Я должен гоняться за этими Я просто, ребят, я серьезно Я вам рассказываю, как бы, план Потому что, ну, вы иначе сгорите А мне это не нужно, как бы Вот Просто хочется, чтобы люди участвовали А люди не участвуют Людям похер, походу Только Шакс участвует, и все Ну, и то он, блин Ну, не знаю Ну, блин, я бы отыгрывал не так, честно У меня другое восприятие всего этого Вот А кто ездил не один? Подожди, Кларус В смысле, они в тачках не по одному, что ли, сидели? Да ладно Откуда у вас-то столько? Ты че? Что, нормально, Дэвис? За-за-за-за-за-за-за-вус? Я, короче, знаю, че я хочу по РП Я хочу себе дом купить А у меня только 25 тысяч, блин Сколько он сотку стоит? Пипец, это еще играть и играть, блин Короче, дайте мне РПГ Я буду вот здесь сидеть, а у меня тупо будет это А там 16,7 Прибыли в полицейский департамент Время на код 6 На перекусе Здесь 4 Здесь 4, 5, 5 Нет, понимаешь, Градорму Люди есть, которые... Линкан 6 и Линкан 15 Линкан 15, слушаю Код 13 Здесь 4 Что там? Ну да, они, блин, реально там забивают То есть, ну, жесть Так Код 200, окей Короче, блин Я что-то хотел сказать, забыл У ребят есть гоночные автомобили Просто, походу, все не шарят, что надо делать Вот Шакс знает, потому что он общается Здесь 4, доброй ночи Вот Ну, Шакс в теме Поэтому он и гоняется Что там все остальные Ну, блин, и когда нас там расфиг... Ты на какой тачке Кларус был? Я просто в какой-то момент уже реально всех просто херачил, блин Бортовал по КД Ну, потому что, блин, мне уже просто чертило гоняться просто так Я уже думал, блин, реально, ну врежьтесь вы во что-нибудь И все И мы вас это закроем Так нет, блин Начинает ехать дальше Да непонятно, почему она пропала Там, может, человек вылетел Хотя тачка, по идее, то остается Ехать, закройч Блин Ну, я понимаю Ну, я старался более-менее адекватно это делать Ну, не знаю, кто-то видел, кто-то нет Я там прям, чтобы, ну, совсем жестко там Ну, такого не делал Вроде Винкл-15 еду на патруль На Виктории Тей-4 Это не наша юрисдикция Это Блейн Каунти вызов Тихо Вот я как только увижу Кого-нибудь Наблюдаю двух гонщиков недалеко Короче, в гетто Один фиолетовая подсветка Другой черный С зелеными колесами Че-то катают Тут катаются Здесь 4 Здесь 4 Винкл-15 провожу трафик стоп Опять проблемы Ну, что у тебя снова случилось? У меня сломалась машина Еще одна На ней сверху посреди улицы Мне страшно Холодно Я не знаю, что делать Потому что механики Все пишут, что они очень заняты Понятно Ну, скидывай мне координаты Одна Я прямо Я прямо Около парка кубов Нахожусь Как от ПД ехать Ну, типа, направо Поворачиваешь и налево Ну, сейчас я подъеду Посреди дороги Они здесь гоняют Со страшной скоростью Все Да, я знаю Аккуратнее будет Там уйди на обочину Сейчас я подъеду Я не могу уйти Она прямо Совсем, короче Ты отойди На обочину, говорю От машины Ладно Да и что так Они хотя бы Короче, эти жду Да, сейчас приеду Эй 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 Линкольн 15 Свободным юнитом Есть сейчас кто-нибудь? Десять четыре Десять четыре Так, у вас всего двое осталось? Двое А, ну, вдвоем Кто-нибудь подъедет Сейчас к юникорне Тут надо белый автомобиль На штрафстоянку забрать Сейчас десять три Вам скину Десять четыре Рядом Семь шестнадцать Отправляемся к вам Так Тихо Субтитры сделал DimaTorzok 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 смысле что мне понять с ними делать у меня там на рации знаешь какой трэш творится я пытался им колеса прострелить у них колеса бронированные не оглох и это было очень страшно если честно ну прости сука слушай у тебя там нигде гранатомет или пулемет не завалялся да конечно всегда его наш в одном секретном карманчике фигово чуть доктора то стоят и не понимаю джейте потом дам отдельный совет на всю эту тему да тут понимаешь невдельных советов или уже красный код или нет да уже давным давно уже полдня тут уже чё только не было я уже ой ой короче не не могу так слушай это самое мне что-то это все дело надоело поехали моя машина да насрать на нее я заберу потом не знаю так стой аккуратненько сейчас подожди я сам видишь хромаю мы поехали центр там должны помочь сейчас потерпим надеюсь блин короче знаешь что нужно делать когда акция очень сильно кто-то даю бывает там еще одна как мне кажется у нас что-то случилось тут эти гонщики всех развлекают чем такое ощущение то что у меня не закончится закончится это все ой тихо 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 так потерпела закружилась терпи вон там там есть врач вроде давай пойдем давай сейчас это самое до двери хотя бы дайте этом тебя не вижу ладно мэм вы доктор отлично тут помощь нужно что-то я мне какие-то проблемы начались это видимо здесь это не сотрясение я надеюсь что нет пойти про спас или что я не знаю все плохо у тебя я никого не вижу вообще вообще никого вообще так ну да то дайте надо сушит а полежи отдохни и сейчас через пять минут и доктор подойдет я думаю через две даже через две хорошо сейчас пойду переговорю 4 машины стоит на перекрестке видимо собираются гоняться нас игнорируют мы их тоже мы сейчас она там самая полежит две минуты зайдете к ней тогда поможете хорошо на нее автомобиль наехал там посмотрите ну вроде так сильных нет но голова кружится надо будет посмотреть возможно сотрясение мозга нет 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 сознание сюда было еще кого-то несу архаровцы слушайте походу ваша помощь у вас тут учу машину его перевернули его на обследование привезли короче походу в очередь даже доктор я так понимаю один ну да она сейчас там подумает полежит отдохнет чуть-чуть так же помоги мы туда пойду проверю ну да гадил спасибо за рейд лейтенант вам бы эту руку да да спасибо а чё там еще какой-то наш юнит или это вы приезжали нельзя здесь и все сейчас я подъеду короче скоро давайте мы подождем наверное результат да да вы ждите потом мы ждем удачи Так. Это было забавно. Он вылетел из тачки. Ну хоть пей нас одна. Знаете, вас никогда не хотел убить полицейский? Мне кажется, это было подстроено. Вас или меня? Вас. Меня нет, никогда. Убить полицейский, лол. Кстати, а реально, прикиньте, если бы она сейчас отыграла смерть, вот это был бы поворот. Ха-ха-ха-ха. Я бы порыжал. Да-да. Я уже думаю, что реально надо их сжигать. Смотрите. А мы вообще никак не можем. Да какие фуры? Где мы тебе фуры-то возьмем? Фуры их даже не догонят. Слушайте, ну снимок ничего не показал. У вас, наверное, просто уши. Сейчас надо работать. Угу. В воду их надо столкнуть. Блин, а это мысль. Но у них только одна, да. Причем две ламбы по сто тысяч. Нам трындец от капитана, как только он придет. Так погоди, а человек-то вылетел из тачки? Кто был не пристегнут? И чего, он просто исчез опять? Какой цвет машины был? А, сел обратно. Ну блин, это уже два файла. Синий. Ну так, слегка. Короче, синий и красный, да? Да. Ну, я сегодня разберусь, ребят, с ними. Ну, тогда вам нужно будет полежать, отдохнуть. Да, блин, чего? Они все смотрят стрим, так что они все и так далее. А, нет, спасибо большое. Может, позовете виновника? Вот, который за... Да, да. Да. Вас, вроде как, хотят видеть, но бахилки оденьте сначала. Да, хорошо. В бахилки? Какие бахилы? Блин, да идите вы в жопу. Ах, ну как ты? Ты хотел меня убить. Я не хотел тебя убить. Правда? Крив, да. Точно? Да. Скорее всего у меня просто голова немного окружена. Что там врач сказал? Ну, сказал, что вроде нога не сломана, слава богу. Ну, легкое головокружение... Вот, не знаю, вроде, но ушиб головы тоже, и ушибы, короче, жить буду. Я очень сильно надеюсь, что ты не хотел делать меньше. Да не хотел я тебя убить. Делать мне больше нечего. Сколько тебе ещё лежать, сказали? Да не знаю, чуть-чуть сказали, полежать. Ты ещё работаешь, лежай. Да не, не, я с тобой оставил. Я не знаю, что мне нужно сделать. Мне кажется, очень выгодно застраховать мою жизнь, если честно. Слушай, а это мысль. Да. Глядишь и разбогатеешь. Ну да, да. Дим, привет. Слишком часто, мне кажется, я попадаю в подобные ситуации, да? Да, есть такое. Ну, здрасте, а вы-то что делаете? А что здесь делают твои коллеги? Тоже авария. Реально что-то было? Тогда вызывали. У всех, что ли? Нет, двое, ну, проведывают. Да, погоди, это, стой. Ну, пропиши ему курс устанавливающих витаминов, и он походит на физиотерапию. Ай, что мне с тобой делать-то, блин? Ну, как ты тогда дотянулся, интересно? Руки длинные. Не перепутал? Нет. Окей. Да мы ехали с самого серии. Пусть будет так. Я думала, тут действительно какая-нибудь черепа. Да? Слушай, я оставлю тебя на минутку, хорошо? Да, конечно, ни в чем не отказывайся. Прекрати. Да, да. Ладно. В общем, если вы не седина. Добрый день. Добрый день, капитан. А-а-а-а. День, капитан, что ли? Да, тут девушка вон в аварию попала. Да, ну, главное тяжелый. По моей вине, я могу сказать. Ну, почти. Давно выговоров не было, что ли? Какие выговоры? Вы вообще видели, что в городе творится? Да. У нас все машины разбиты, все покалечены. Я покалечен. Ну, все в порядке. Что делать будем, капитан? Ну что, завтра будет тяжелая артиллерия тогда. Будем действовать по-другому. Танк? Такой на... Танк. Блин, ну у меня другого выхода просто нет. Я не вижу, точнее, другого выхода. Найдем, найдем еще. Ну, хорошо. Всех карт раскрывать не буду. Для начала собрания одного организуем. Да, надо бы. Вы хотите здесь остаться на ночь или вы будете выписывать? Кэп? Да, я хочу выписаться, если это возможно. Кэп, с вами все в порядке? Капитан! Айтава, вставай. Капитан! Сейчас на шатырь дам. Капитан! Давай, давай, нюхай. У вас он всегда с собой, что ли? Да, конечно. Отлично. Капитан! Мне кажется, это был сердечный приступ. Серьезно? Ну, проверьте, вы же доктор. Черт побери. Опять тюша заложила. Все нормально? Вы живы и здоровы? Да, да. Я говорю, собрание надо будет, это, неформальное. Приснуло на минуту? Что? Черт его, дерет! Вы меня не пугайте хоть, а? Нам еще вот сердечных приступов не хватало. Да и какой тут сердечный приступ? Я здоров как бы. Так а с ним что? Попал в аварию, его перевернули на машине, он был пристегнут. Хорошо, что пристегнут, Мэдиво. Ну да. Так что вот. Линкольн 15, вы настряли? Да, слушаю. Вы игла заберете сами, или нам его ждать лучше? Ну, его уже выпустили, сами забирайте его. Тачка, трамплин с мигалками, блин, это тема. Я не знаю, Шейги, не знаю, что с ним. Ну, может, лаги какие-то, еще что-то. Ария? Ладно, отдыхай. Хорошо. Нормально, нет, да. Так вы лучше отойдите, все, кому-то не тому, еще что-то. Ну, нормально, да. А где? Да не знаете, где это, фейт? Не знаю. А что это? Да нет, просто так, интерес, интересуясь. Понятно. Ладно, игл, пошли, да давай это. Отойдите, дайте мне счет, выпишут, ну, боже. Да, блин, мать-тою. А, все, оплатили. Как дела, лейтенант? Да более-менее. Короче, это самое, Шаксу, как только где-нибудь увидеть, сразу и упакуйте. Сколько мне там... Потому что я сдолбался за ним гоняться. Сколько мне на первый день таблеток? Ну, да, да. Что за этим мелким не так? Ага, спасибо. Он сегодня участвовал тоже в гонках, разбил мне машину по себе. Игл, поехали. Свою разбил. Ну, в общем, тоже лихачит. Игл, давай быстрее, да? Что ты меня торопишь-то все время? Уедем без тебя. Ладно, я сейчас пострадавшую-то заберу, отвезу ей куда надо. И дальше... Хорошо. Спасибо за фол. Она там вроде отдыхает, да? Да, я что-то заснула, походу. Угу. Ну, ничего страшного. После аварии это нормально. Ну да, наоборот, быстрее восстановится. Да, да, согласен с вами. Так это вы ее сшибли? Да нет. Она сказала, что вы виновник. Ну, там немножко другая ситуация была. Там человек в машине ругался, так скажем. Вот, я достал пистолет, и он по газам дал. Ну, а она меня не послушала, что надо стоять на тротуаре. И, в общем, наезд был. А у вас сегодня эти гонщики не, это, не домогались? Не, сегодня они не блокировали наши машины. Вчера они это делали. Доктор. А, во, начну. О, проснулась. Так, а, так, ваше состояние? А, так, вроде, вроде получше. Ну, давайте тогда выписываться. Давайте. Давайте помогаем встать. Угу. Немного поблокировали, значит, да, Лена? Ну, как ты? Ну, получше. Вроде как. Пойдем. Похоже, это волшебная сила медицины. Да не говори. Да нормально, Лена. Так, а, можно ваши документы? Да, конечно. Если что, счет я оплачу. Угу. Да ладно? Не да ладно. Мэм, а ей можно будет за руль садиться, если что? Ну, пока нет. Если у меня сотрясение, лучше не садиться. Хорошо, я понял. Так, кому счет выписывайте? Блин. Мне, 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 выписывайте. Так, и вот таблетки, настойки возьмите. Принимайте после еды. Зачем кнопку-то вечно держит? Это остаточное явление. Так, секунду. Угу. Так, вот. Угу, все, сейчас оплачу. Ну, берегите себя. Так, да, все, оплатил. Спасибо большое, доктор. Ну, пойдем. Пойдемте меня до клуба. Работники ждут. А что с машиной делать? Она волоска отремонтированная. Я сейчас попробую ее привезти. Спасибо. Да не на что. Одни проблемы. От меня. От меня? Нет, от меня. От меня? Нет, от меня. Ладно. Хорошо быть. Уговорил? Да? Видишь, какая. Какая? Вот такая. Большая, красная истекает кровью. Так, погоди, я будикам выключу. Ты это. Прости. Ладно. Я надеюсь, что я еще проживу хотя бы пару дней. Точно. Куда ты денешься? Кому я буду... Точнее, чьи я буду жопу спасать постоянно? Да, чьи проблемы решать? Ну да. Пойду устраиваюсь, разгоняй в клубе. Ну давай, аккуратнее там будешь хорошо. 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 Я буду еще раз убить. Включаю боди камеру. Так, ладно, я лучше тачку эту Блин, как лучше это сделать? Не, подождите, может лучше на мотоцикле? Хотя нет, поехал на машине Хотя, блин, нет, нифига Блин, это потом долго себе Чего все облюбовали так место на маяке? Блин, сосранцы Кто меня потом от клуба довезёт сюда? Никто Кто меня потом от клуба довезёт сюда? Поехали Да, надо будет на такси ехать. Пипец, после, короче, этих самых, после этих спорткаров. Вообще, так это все медленно. Чем-то тачка вообще? Типа Audi что-то. Какой-то вроде... Да, кстати, это Audi типа. Jaguar? Разве? Да? Ну, это вообще смесь, наверное, какая-то. Ну, тут же в GTA-шке, там, прям, нет таких машин, которые прям, вот, прям плохие. Ну, типа, и рейловские. Ну, у нас уже есть. У нас какие-то хонды. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Ага. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, Игорь сегодня в мафию играет... А за мной стабс... С молот рит... Продолжение следует... Продолжение следует... Закрыть не забудь машину? Угу... Что у тебя там в клубе спокойно всё? Можешь завезти, ну да, вон новый бармен... Это который? Поехал... Это вот, в розовой кофточке... Ага... Но он нетрадиционной сексуальной ориентации, так что думаю, что мы откроем ещё дополнительную новую ветку в нашем клубе... Да ладно, твоим коллегам понравится по-любому... Эй, ну что ты начинаешь? Да я сучу... Ну да... Что, можешь довести? Да не, не, иди занимайся делами... ДПД... Да не, не, не... Ну окей... Нормально же... Ладно, я пойду тебе работать... Даа, давай, хорошо... Звучит. Это что сейчас было? Пузик срубимо... Т можешь, пожалуйста, аккуратно ездить? Ладно... алекс к стене пожалуйста синие вот кто это не повиновение сотруднику полиции пожалуйста тихо 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 она извинись извинись скажет больше не будем подойдите пожалуйста к стене ари отойди мне все равно повернитесь ко мне спиной повернитесь ко мне спиной мне все равно я буду вынужден задержать вас дописывай сейчас ну хорошо я же сделаю это нам мем legal 15 требую 10 2 около клуба unicorn веду пешую погоню да блин да блин как под мостом около клуба unicorn преследую алекс которая барменша бегает от меня спрыгнула с моста линкольн 15 доложите здесь прям около клуба unicorn под мостом предположительно в каком-то из кустов сидит это алекс так ищите ее там вождение неправильно неповиновение сотруднику полиции уход от задержания пошел нашел все вижу 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 в машину один фокс и садись машину скалолазов к твою мать я тебе на мост прям разбили опять ключи сломал нам до хрен с ним вы заведите машину едьте что не заработал по дороге по какую сторону двигаетесь давай быстрее наблюдаю вас наблюдаю заставьте ее спускаться с моста в какую сторону двигаетесь наблюдаю 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 андерсон стой видите ее я вижу как дерутся кто дерется она напала на вильяма видимо вижу я вижу а ну стой все надевай наручники все все в виде виду все взяли взяли стой андерсон мем так стенею надо право зачитать конечно мы имеете право хранить молчание все что вы скажете будет использована против вас суде вы имеете право защищать себя сами либо можете вызвать адвоката вам ясны ваши права да ясны отлично это самый досмотр досмотр надо булка вода коробка какая подозрительная коробка подозрительные я не знаю что это так короче все конфиску робок подозрительных да все отлично все конфискую в пд и понял я пойду за машиной телефон слышь все личные вещи короче телефон забери документы телефон рацию все отлично да все там наркота походу ох лол как не вовремя а прикиньте если бы я согласился если в меня ария подвезла и все хорош какой я красавчик видали вот так вот копы работы блин меня бесит короче как менять оружие вот типа я же вот так вот не могу это делать ну и что это была за хрень я не знаю это алекс понятно машина ее к сумму конфискую окей а что случилось ты не видел как она подъехала и потом убегать начала ну вот все держали ну твои подруги будет очень фигово теперь а где она в полицейском департаменте ну а где еще на 15 забрал автомобиля подозреваемые еду на штраф стоянку пд а в смысле с адвокатом все тут с поличным все пипец тачка вообще не управляемый короче блин я до сих пор не понимаю при досмотре автомобиля найду олег ты руина или нет скажи мне пожалуйста зачем ты всякую фигню пишешь в чате к положи что-то в багажниках синхронизируется да поеду сбили разберусь насчет ключей ничего не надо ну блин какой суд какой чего ты ну блин зачем ты людям то палишь все ничего не будет никакого суда мы посадим и все до свидания я твою мать так фокс вы сейчас где фокс давай передавай мне все что конфисковал щас щас мэм мэм ,,мэм Мэм ,мэм все они у вас еда все хорошо ну блин ,,мэм можете присесть зачем зрителям то ok ,,так давайте так давай да все передавай там вообще до хрена какого то у нее сумочке было оружие было вот такое нет оружия не было при себя там еще за этого 6 коробочек каких-то чё не скинула там были еще бутылки и рацию я у нее конфисковал отпечатки можно взять наверное сне на рация то чего понять что ее рация в общем я имею ввиду может кто еще не слушай тут уже по ходу все хорошо это самое в общем рацию все я отдам это мобили потом когда вы если будем выпускать то отдадите там кто будет да вот это еще я бутылки вот здесь какие-то тоже жидкость я не уверен что это написано водка но может там что-то другое окей но это не запрещенное все ладно все давай детектив работой допрашивай я пошел погодь еще так неповиновение сотруднику полиции значит уход от полиции 2 езда она опасная езда 3 значит сейчас проведем экспертизу знаем что это такое там уже будет понятно вот 33 обвинения сразу выдвигай короче можно я на место выдвинуть там просто я в кустах так и не понял что я видел надо по боди камерам во первых да конечно и быстрее туда быстрее потому что я подумал она дралась типа с вильевом я понял тебя хорошо все давать вон андерса на собой возьми вдвоем ищите пойдемте офицер у вас машина выгнана она созналась а как мне сейчас сейчас разберемся подожди рацию точно так давайте считать табличка сейчас ребят к секундочку инвентарь значит коробка опиума сушки 6 по 50 а что с этим можно сделать вообще просто коробка я думаю что надо сажать короче так подарить кокаин есть кокаин кокаин 9 штук 10 сроков опиум 23 штуки 10 у 40 сроков же да я не буду федералку сажать я на 40 сроков посажу или можно слушай ну вообще блин а вот это вот что такое вообще как это используется это типа надо обрабатывать сколько вот из-за одно в общем я расспросил наша сумочка не ее оказалось как она говорит она ее нашла на 613 в ней были наркотики я спросил почему она не сообщила в полицию она сказала что наркотическая зависимость 300 штук одна коробка это три разница в общем то нет если у нее при себе были даже если это не ее одна коробка это 50 штучек это федералка все до свидания ребят ребят подождите даже тут если она хоть 10 раз признается как бы это уже федеральный срок потому что тут извини меня получается одного опиума на 300 с хреном пакетиков она полностью принимает полностью принимает так ну все выписывали ну ладно хорошо давай тогда раз признает вину ну 40 сроков в камере у нас да пускай будет 40 сроков ну не буду я надолго а подожди говорит что нашла да просто ладно бог с ним давай 40 сроков нету раз призналась я имею ввиду наша созналась мне кажется надо капитана линкольн 1 вы на связи сейчас короче подожди сам игл да все сажай в камеру короче пока что сорок я сейчас нет ни в коем случае чтобы повесилась там на струне лучше делать больше нечего ну когда сознаются я не буду душить адвокат пришел сейчас я пойду разбираться лейтенант а может нам это и не корон зайти она же там работает что там узнаешь если нам дадут на обыск ордер мы можем посмотреть не продают ли они там нужен этот самый нужен ордер от капитана добрый день офицер добрый день можете проводить меня к моему клиенту сэру там все очень плачено пойдем с вами поговорим да поднять подождите я хочу сначала своим клиенту поговорить потом уже с вами могу поговорить пойдемте то что делали то и делаете ваше подруга так скажем ваш клиент не подробно всю вину к гавчи вину в чем в хранении наркотиков в особо крупных размерах вот вы можете поговорить здесь в принципе мне здесь здесь удобно это столик алекс проходите комнату так спасибо там не запись ничего не ведется отключите пожалуйста конечно я отключу и комната нужна без прослушки то есть вы знаете что ну чтобы там я смотрю у вас там интересно так все устроено может быть через теплофис смотреть ну смотрите это нарушать закон да тут никакой адвокат не поможет они парься да так что если они закопают и сразу но вообще странная штука нашла на дороге нах я наплевать если честно мы с поличным взяли никакой адвокат не поможет не без крыма никого пока все сходится да как бы знаешь я тоже могу чем там найти вот они не она сказала про наркотическую зависимость но тем более да я права зачитал блин капитан нужен ох наркоши так пойду-ка это все дело сдам короче ошибаешься тут есть к чему докопаться не знаю все правомерно было она начала сваливать от меня какой слабенько ты видел сколько там наркоты слабенько лол я пойду по ватикам посмотрю что там видел в кустах 10 4 там еще это получается рация мы можем их ради волну еще узнать на рации я думаю там никакого сердечного не было на противление оказал началась ранья потом уже когда я зажали нас узнал а потом то конечно когда ее зажали уже на экспертизу все отнесли какое-то нахрен сердечное серьезно попыталась убежать когда попалась говорит что сумка не это ни хрена не честно сердечная так значит кокаин 9 коробка опиума 6 так равно три сотни и опиум час если они начнут душить вот федералка и 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 я Я не душу, ребят. Вы же видите, что я не хочу так делать. Да, там наркоты просто дофигища. А, не то. Три раза и ИРП-смерть. Не успела рассказать? Жалко. Ну, я понимаю, блин, Алекс, тебе не стоило употреблять, видишь, из-за того, что ты употребил, ты в панике сейчас, и половину того, что происходит, ты вообще не понимаешь. Это тебя изгубило. И говорила без меня, и с копами из-за этого все позабыла. Ты не в себе. Ты ведь под наркотиками. Что-то что-то проходило там. Угу. И сколько тебе дали? Сорок, трон. Да, только длина. Я понял. Ладно, я... Тогда... Побудь... Пожалуйста, гитару. Сейчас посмотрим. Мне надо вообще поговорить с ними по поводу всей этой ситуации. И оно... Тут все очень, видишь, как неудачно получилось. Мы с тобой хотели посотрудничать с полицией, а все, видишь, обстоятельства сыграли против тебя. Да и ты еще под наркотиками. Тебе врач нужен. Ладно. Присядь пока, сиди. Ведяйся спокойно, пожалуйста. Сейчас все... Так, где-то кнопка должна быть, наверное, вызовет офицера. Так, сейчас. Угу, угу, угу. Да что там все взломают-то? Это же вызовы за вызовами приходит. Жесть какая-то. Угу. Так, что там, стучат вроде? Сэр? Вы стучали? А, да-да-да-да-да. Да, проходите. Так, а где я могу с вами поговорить? Ну, пойдемте. Хорошо. Ой-ой-ой. Сейчас, секунду, что-то это... На секунду прямо поплохело. Бывает. Вроде все нормально, думал заснул аж. Так, ну, давайте, что вы хотели. Так, смотрите, офицер, какое дело. Мой клиент сейчас не вменяем. В плане того, что она приняла наркотики, которые нашла, и по-хорошему все вот ее показания и тому подобное, вы же понимаете, что это бред сумасшедший в плане под наркотическим опьянением она находится. Угу. Это никто в здравом уме как свидетельство неистинной правды не может принимать. Вот, я что хотел обсудить с вами. Смотрите. Дело в том, что моя клиентка сегодня нашла крупную партию наркотиков, спрятанных в кустах. И сразу после она... Так, подождите, в кустах? Ну... В шоссе, беде? Да, подойду. На шоссе 13. После она взяла эти наркотики, позвонила своим подругам. Они вызвали меня. Мы должны были встретиться с ними в клубе для того, чтобы я, как юрист, представлял их интересы, приехал вместе с ними в департамент полиции для того, чтобы сдать эти наркотики. Вот. И получить вознаграждение за это. Вот. Почему им нужен был я? Потому что они боялись, что, не дай бог, кто-то из офицеров полиции считает, что это их наркотики. И они просто, грубо говоря, таким образом избавляются от чего-то и так далее. Вот. Я не понимаю, чего бежит. И, собственно, пока я ехал к клубу, вы как раз встретились с моей клиенткой, которая допустила очень глупую и глупую, нереально глупую ошибку, подалась своим позывам молодости и снюхала пару дорожечек кокаина. Вот. Соответственно, находясь под воздействием наркотических веществ, увидев в полицейских форме, она... Можно один вопрос еще? Да. А каким подругам она позвонила? Знакомой... Она... У нее есть знакомая подруга, которая... Имя ее... На которой я работаю. Слушайте, я... Ну, только не говори, что вы не знаете... Нет, я знаю. Я не уверен, что это нужно для вас сейчас. Ну, мы вас спрашиваем, да. Потому что тут... Я не имею права говорить с вами о своих других клиентах, понимаете? Если в данный момент... Ну, вы сами... Вы сами... Мы вас за язык... Нет, я не имею права... Мы вас за язык не тянули. Вы сами сказали, что она позвонила, когда нашла кучу наркоты. Не пытайтесь давить на меня, офицер. Я знаю прекрасно, что я имею право вам говорить, что не имею. Я тоже прекрасно все знаю. Вы сами сказали, что она позвонила подруге, когда нашла кучу наркоты. Нам нужно знать имя. Да. Или вы не идете с нами на контакт. Это адвокатская тайна, сэр. Хорошо. Только вы сами ее сказали только что. Я за вас... Я не называл ее имени. Я вам рассказывал обстоятельства. Вы знаете, что такое неприкосновенность свидетеля, сэр? Я-то знаю, да. Здорово. Ну, так и почему вы пытаетесь на меня сейчас давить? Я спрошу у своего клиента, если она посчитает нужным назвать ее имя. Просто зачем вы тогда упомянули подругу? Вы могли об этом нам не рассказывать, но сами об этом сказали. Для того, чтобы объяснить вам обстоятельства произошедшего. Я упомянул подругу с целью того, чтобы рассказать вам о том, что она ехала к своей подруге и ко мне в клуб. А вот кто эта подруга и так далее? Нет, я не даю ложных показаний. Да не она. Кто она? Почему она? Про подруг она ничего лично нам не говорила. То есть она просто приехала. Вы дослушайте меня до конца, пожалуйста, прежде чем перебивать. Говорите, говорите. Я же рассказываю. Смотрите. Когда она приехала к клубу, она уже находилась под наркотическим местом. 10-0. У нее взыграло паранойя. Она увидела офицеров полиции, которые начали... У нее, я так понимаю... Остановили ее по поводу того, что у нее царапина на машине или что-то в этом духе, как мне, мой клиент. Пойдем с ней поговорим. Подожди ты. Рассказывайте. Вы не спешите. И, собственно, после этого ее приставили к стенке, что мне абсолютно непонятно, как ее адвокату. Вы мне не объясните этот момент? Я могу объяснить неповиновение сотруднику полиции. Ну, смотрите, она... Нет, подождите. Она для начала приехала к клубу. Вы ей сказали покинуть транспортный средств. Там приставили к стенке. Нет, такого не было. Она вышла. Она вышла. Она просто сейчас под наркотиками и немножко... Вы понимаете, что... По этому поводу я ее и попросил сказать. У нас третье лицо о том, что у нее есть наркотические вещества с собой. Третье лицо вызвало юриста для того, чтобы сдать эти наркотики в полицейский департамент. Но понимаете, что нас даже не освидетельствовали вы. То есть получать... А как она должна... Подождите. Нет, она не могла прямо вот, когда передо мной стояла, об этом сказать, нет? Она начала убегать. Офицер, она находилась в наркотическом опьянении. Но это не освобождает ее от ответственности. Опьянение... Нет, подождите. Вы выслушайте. Вы хотите сказать, что человек под наркотическим опьянением не подвержен паранойи в присутствии офицера? Понимаете, мы не знаем, хотели они сдать эти наркотики или перепродать, или вообще себя оставить. Так, Игл, помолчи. Это все... Подождите. Мы сейчас к этому еще подойдем с вами. Смотрите. Момент. Просто вот расскажите, как уже дальше с вашей стороны было, когда вы приехали в клубу. Я не обязан рассказывать вам ход следствия. Это не ход следствия, это за задержание моего клиента. Потому что при ней была обнаружена огромная партия наркотиков. Подождите. Это уже следствие. Это не ход следствия. Это процедуры, которые вы соблюдили при аресте моего клиента. Я не прошу вас рассказывать ни детали вашего следствия и так далее, и тому подобное. Я хочу услышать процедуры, которые вы применили к моему клиенту при задержании. И меня очень интересует один момент, который очень остро мною был подмечен, со слов моего клиента, опять же. Если у вас есть опровергающие доказательства, что это было по-другому совершенно, я бы очень рад был услышать или увидеть эти вещи, потому что, со слов моего клиента, вы провели обыск девушки непосредственно на месте задержания, а не перед капотом вашего автомобиля, сэр. Во-первых, автомобиль, наверное, был. Этот обыск был почти на месте задержания, рядом с автомобилем, но не перед капотом, это раз. Во-вторых, присутствовало три сотрудника полиции, у нас у всех есть боди-камеры, так что все это записано, если что. Все это, в принципе, есть. Вот, и еще момент, который я у вас уточнял. Для чего вы поставили клиента в самом начале, когда вы только с ней встретились? Потому что она меня чуть не задавила, это раз. Она создала просто мега-аварийную ситуацию, это два. И это дает вам право обыскивать человека? Я изначально ее обыскивать не собирался. А зачем вы ей приказали к стене? Потому что я хотел арестовать. Это логично. Арестовать? Да, она меня чуть не сбила. У вас недостаточно оснований для ареста было. Нападение на сотрудника полиции, это недостаточно оснований? Нападение на сотрудника полиции? Да, потому что она почти меня задавила. Оставалось буквально три метра. Есть ли подтверждение этому? Она не доехала до меня три метра на скорости, я не знаю, наверное, где-то около восьмидесяти. Я понял. Задевая все подряд. Нет, спасибо, я услышал, я услышал, спасибо. Смотрите, далее, я рассказываю. После того, как вы уже, ну, грубо говоря, она, находясь в наркотическом объединении под паранойей, она попыталась скрыться от вас, что, грубо говоря, с ее стороны было глупым, очень шагом. Вместо того, чтобы сказать что-то вам, как вы утверждаете и так далее, она начала убегать. Но, к сожалению, находилось в состоянии испуга. И судить ее за это нельзя. Еще как можно. К чему я веду все это дело? К тому, что, смотрите, во время ее задержания вы нарушили несколько процедур. Ну-ка, расскажите, каких? Ну, по поводу обыска, знаете, вы говорите, что вот было три сотрудника и три камеры. Даже четыре ошибся. Это неважно. Вы понимаете, что это нарушение процедуры. Обыск, доскональный подробный обыск человека производится непосредственно перед капотом автомобиля, либо уже непосредственно в самом участке при фиксации. То есть, то, что рядом было там несколько офицеров и тому подобное, не дает вам право обыскивать человека. Она уже в наручниках была. Не важно. Это не важно. Я вам просто говорю, что процедура обыска полного проводится на капоте машины. Обязательно. Так, а что у нас получается? Хранение наркотиков, даже если она к вам ехала, это не как бы по идее. Не, вы подождите, мы сейчас вернемся к этому. Дослушайте меня. Вот. И помимо этого, я сказал, что несколько процедур нарушено было. Это то, что у вас не было основания обыскивать ее транспортное средство и не было основания обыскивать ее. Даже если, как вы утверждаете, она чуть вас не задавила. Вы могли провести остановку Терри, вы могли задержать ее, доставить участок и уже в участке провести полноценный обыск и так далее и тому подобное. Так автомобиль и был досмотрен в участке на штрафстоянке, он до сих пор там стоит. Я его там на месте не обыскиваю. Здорово, но у вас есть ордер на обыск ее имущества? Твою мать, ты серьезно? То, что он наказался на штрафстоянке, не дает вам права вскрывать автомобиль и смотреть, что внутри. И обыскивать его там. То есть, вы хотите сказать, что угроза жизни офицеру вообще не будет. Правда, человек, это нарушение четвертой поправки, понимаете? Потому что она чуть полицейского не задарила. Какое нарушение поправки? При ней найдена была крупная партия наркотиков. А, крупная партия наркотиков? Извините, подождите, подождите, я все услышал, подождите, детектив, спокойно. Я с вами не воевать пришел. Сэр, извините, а вы кто? Вот, кто появился номер, там я участвовал в дизайнер. Здравствуйте, а вы, извините меня, как вообще услышали, о чем мы тут говорим? Ну, за дверью стоял и слушал. Вообще-то в этой камере ведется аудио и видеосъемка, если что. Понял, но на будущее дверь закрыта, как бы, сержант. Ну, да, только доступ у меня к ней есть. Не, я имею в виду, что с закрытыми дверями плохо слышно. Ну, плохо, но слышно. Не суть, ладно, не суть, не суть, не суть. Вернемся к разговору. Так вот, смотрите, вы нашли у девушки наркотики и так далее, тому подобное, но... Вы понимаете, что я сейчас это все вам рассказываю не для того, чтобы с вами бодаться, тому подобное, а для того, чтобы вы это запомнили и в будущем не допускали таких ошибок? Потому что... Ну, да ладно, договаривайте, я потом свое скажу. Смотрите, потому что сейчас спокойно, вот, ну, хорошо, девушка отсидит там свое за хранение наркотиков, которые, да, вы говорите и так далее. Но вы же понимаете, что если девушка захочет, она может подать в суд за нарушение ее прав и нарушение законодательства. Нарушение процессуального кодекса и нарушение поправки четвертой конкретно. Да, понятно. Я бы хотел с вами сейчас об этом договориться, то есть, и урегулировать эти моменты, чтобы... Хорошо, сэр, 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 во-первых, покажите ваше удостоверение, во-вторых, покажите вашу лицензию адвоката. Была угроза жизни полиции. Подойдите ко мне, я вам покажу. Сэр, в безопасности ее обыскали. Да, это... Нет, я услышал, но... Мне нужны ваши документы и адвокатская лицензия. Сейчас, подождите. Адвокатскую лицензию на портале штата посмотрите, вот, а документы мои, пожалуйста. Так вот, я же говорю вам, что при угрозе жизни офицера и тому подобное вы имели основание провести остановку Терри, прохлопать ее одежду и убедиться, что при ней нет никакого оружия. Все, это все, что вы имели право сделать, сэр. Я это и пытался сделать, вообще-то. Не, я понимаю, но вы провели ей полный осмотр, еще и вне капота вашей машины, нашли у нее наркотики, арестовали ее по наркотикам, доставили ее машину на штрафстоянку и незаконно обыскали ее машину. Почему незаконно? Что взяли, что незаконно? Потому что нас на обыск транспортного средства задержанного человека по статье, не связанной... Нужен ордер. Так, адвокат, как вас зовут? Меня зовут Эштон. Эштон Сойер. Эштон Сойер, мистер Сойер. Смотрите, значит, при ней найдена довольно крупная, значит, партия наркотиков. Да, я знаю. В количестве, значит, пакеты опиума 323 штуки, 9 пакетов кокаина. То есть это федеральный срок. Ну, пакетиков, да, не коробок. Да-да-да. Вот. Это федеральный срок. То есть тут в любом случае. Ну, я знаю. Она созналась. Я не отрицаю. Она созналась. Она созналась в том, что она нашла их и, да, и что употребила. Вот. Поэтому там был срок уменьшен за сознание. Понимаю. Про то, что она там употребляла, это уже, я, честно говоря, не слышал. Ну, ладно, допустим, употребляла. Во-вторых... Можете провести анализы. Да, я знаю. Мы просто до этого не дошли, потому что вы приехали. Значит, второе. Угроза жизни сотрудника полиции. Это два. Ну, это еще нужно убедиться в этом, честно. Ну, знаете, мои глаза и моя бодикамера как бы могут все показать. Ну, вот я и говорю, что это нужно еще будет убедиться в этом и проверить, понимаете. При том, что я там стоял не один. Рядом со мной стояла начальница круга «Юникорн». Вы знаете, важнее гораздо свидетельство именно с вашей бодикамерой и так далее, чем в словахе. Да это без проблем. Это мы можем все предоставить. Угу. Вот. Поэтому... Ну, насчет машины... Я с вами... А-а-а! Лейтенант, да выйди на секундочку. Сейчас, сорождайте. Да-да. Да, капитан. Пойдем покурим. Пойдем. Пойдем. Господи. Душно-то. Ну, теперь, наверное, уже федерал. Ну, первое. Почему я узнаю, что вы задержали какую-то бородатую бабу от... Мать его... Мы вас вызывали, капитан. Пойдем с ЛСК. Так телефон-то есть. Телефон не изменился. Все... Все то же самое. Я визитки для чего делал? Слушайте, но я... Я не могу разорваться на всех, капитан. Я один. Мне надо за всеми следить. Ладно, окей. Что... За что вы ее задержали? Что они нашли? В общем, она... Я стоял на парковке Юникорна. Ну, короче, можно только. Да, она почти в меня врезалась. В общем, я хотел ее задержать. Собственно, сказал ей встать к стене, чтобы провести задержание. И потом она начала от меня убегать. Я вызвал 10-2. Мы ее преследовали. Она там под мостами около Юникорна бегала от нас. Мы ее в итоге поймали. Обнаружили при ней большую партию наркотиков. В количестве 323 штуки пакетиков опиума и 9 пакетиков кокса. Точнее, там сначала было 6 коробок по 50 грамм опиума. Пакетики опиума 23 штуки. И 9 пакетиков кокаина. Почему она еще нахер не в тюрьме? Приехал адвокат. Кто там адвокатировать, твою мать? Я не знаю. Вот он все хочет. Он хочет нам сказать... Подождите, капитан. Он хочет нам сказать, что мы неправильно провели задержание. Что мы должны были это делать около капота автомобиля. И так далее, и так далее, и так далее. А, да, и знаете, что он еще сказал? Что она нашла это где-то на шоссе 13. Хотела, типа, нам это отдать, но не отдала. Вот так. И, типа, она сейчас... КАВА! И сейчас она под наркотой и все такое. И, типа, не соображает, что делает. Сейчас находится в наркотическом опьянении. Правильно я понимаю? Да, 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 да. Нет, ну это определенно меняет дело. Я тоже, вот как бы, такого же мнения. Это же вроде отечествующего. Нет, я послушаю. Так, адвокат, в общем, что вы хотите от нас? Это как раз таки на текущие. Я хотел послушать, как вы... Что вы вообще расскажете по поводу этого дела, что вы вообще скажете, какие у вас обвинения и так далее. Я вам все обвинения уже сказал. Просто меня интересует больше, признаете ли вы то, что вы нарушили, или не признаете этого. Ну, я могу так сказать. По поводу автомобиля, да. Но все остальное нет. Все остальное мы здесь делали совершенно право. То есть по поводу автомобиля вы, я надеюсь, запомните на будущее. Просто чтобы у нас с вами не возникало потом в будущем. Вдруг мои другие клиенты будут какие-то иски подавать. Если у вас только такие клиенты, то у меня для вас плохие новости, потому что они будут все сидеть. Ну, какая... Нет. Они сидеть, может, и будут, и так далее. Неважно. Но суть-то в чем? От того, что они сидеть будут, понимаете, вам же легче не станет в том плане, что если вы будете нарушать и превышать полномочия, и так далее, и тому подобное, у вас же кошелек будет худеть, и в конечном счете там и до увольнения может дойти, и так далее. Я просто не хочу с вами в негативном ключе общаться, и так далее, и тому подобное. Но из-за моей работы, из-за моей работы, из-за того, что мне придется указывать вам на какие-то моменты, которые, да, вы, возможно, нарушили, и так далее, и тому подобное, я так чувствую... Подождите. ...негатив, он все равно появляться будет, да? Адвокат, а вы мне угрожаете? Нет. Я лишь вам советую быть внимательнее на будущее. Вот все. Ну, вы тогда как-то по-другому изъясняйтесь, потому что я услышал угрозу в свой адрес. Нет. А что конкретно показалось вам угрозой, давайте я это переформулирую. То, что... Потому что я сейчас, наоборот, в позитивном ключе. То, что там какие-то взыскания, то, что меня уволят. Да, да, потому что вот представьте сейчас, да, если мой клиент захочет, подаст на вас иск. Из федералка там такое количество... Иииии... Вы видели вообще... Хорошо, что вы не видели, правда, сколько было наркотиков при ней. Так что тут, знаете, извините... Какая разница? Вы хотите сказать, что человек... Какая разница? Нет, вы послушайте. То есть человек под наркотиками ездит за рулем, пытается там как-то непонятно ездить, а потом еще и как бы наркотики в сумке возят в таких количествах. И это вы считаете нормальным? Я не считаю это нормальным. Вы услышали, что я сказал, что это нормально, или что я одобряю ее действие. Я уже не знаю, вы как-то путаетесь, по-моему, в показаниях. Нет, по-моему, вы немножко неправильно воспринимаете мои слова. Я говорю, что человек, даже сидя в федеральной тюрьме, может подать на вас иск на нарушение собственных прав. Если это будет доказано и так далее, и тому подобное, у вас тоже будут проблемы. И чтобы... Пора заканчивать. У нас уже сколько сидит? Там минут 20, наверное, да? Да, минут 20. Если я не ошибаюсь, то она уже вынесена обвинение, и вы уже дали ей 40 сроков. Отлично. 120 сроков федеральной... Извините, но вы уже дали ей 40 сроков и занесли это в базу. У нас только капитан может выносить сроки, насколько я знаю. Нет, нет, нет. Там... А, то есть вы, капитан, хотите превысить свои полномочия, да? Правильно я понимаю? Ну, вы вполне можете обжаловать их в суде. Да, хорошо. Этот разговор длится слишком долго. С капитаном, да, закончен с лейтенантом, я еще пообщаюсь. Лейтенант на выход. Сопроводите, товарищи, адвокаты на выход тоже. Вы же понимаете, что мы общаемся. Ну, капитан может говорить что угодно, но юридически я могу, имея право, находиться в участке и общаться с... Что? Здесь? Да, слушай, кадет, иди, давай, давай, я пообщаюсь еще, ничего страшного. Ну, как знаете. Понимаете, лейтенант, вот сейчас ваш капитан, он уже очень сильно негативно настроен. Вот я слышу это уже, прям очень сильно. Но я ведь еще раз говорю, я обостряю ваше внимание на то, что я начал указывать на эти все ошибки и тому подобное. Не для того, чтобы вас запугать, что-то вам какие-то угрозы кидать или так далее и тому подобное, а для того, чтобы лишь младить с вами отношения и указать на острые моменты, которых не стоит допускать, потому что любой преступник, любой преступник, которого вы посадите, задержите и тому подобное, может воспользоваться моими услугами. И за счет этого я буду обязан представлять его... Ну подожди, я хочу научиться, Клара. Вот для того, чтобы таких ситуаций не возникало, я и начал все это вам рассказывать. Вот. А сейчас капитан... Вы, видимо, тоже ваше обычно восприняли это как... Ну, кстати, сейчас, на секунду я вот так... Капитан сказал в федеральную тюрьму ее сопроводить. Лейтенант. Капитан также сказал, что заканчивать вам с этим адвокатом... Хорошо, я с ним на улицу поговорю. Так, адвокат, пройдемте со мной на улицу. Здесь уже находиться нельзя. С вами на улице потом поговорим. Ну вот, капитан, вас зря так и зря, честно. Я видел. И зря он отыгрывается на клиенте из-за того, что ему не понравилось то, что я говорю и так далее. Это же все ему каком-то. Причем тут вы вообще? Ну, он увеличил ей сроки. Ну, он после того, как он узнал, сколько там наркотиков, как бы... Ну, он не имеет права так делать, вы же понимаете. Если вы уже озвучили один срок и тому подобное, вы... Сейчас, подождите меня на улице. Капитан, а ее на обычной вести в федеральную или... Ну, на... Подождите, Линкольн 15, хочу спросить. А приговор был зачитан? Я ей сказал то, что я... Ну, я ей зачитал то, что... В чем она обвиняет. И сроки, да, озвучил тоже? И сроки. Ну, сроки я и озвучил, когда он мне сказал. Сейчас нет, ничего не делал. Сказали офицеру. Вообще, я там тогда сказал, что ты подождал и... Это самое... И не выносил приговор, ну... Ну, как только вы сказали про сроки, я сразу же и сказал. Ну, ладно. Ну, так. А, адвокат, пройдемте. Сейчас я договорю. В общем, смотрите, какая там была ситуация. Значит, при том, когда я проводил экспертизу тех веществ, значит, я сначала сказал про предположительный срок, то есть его сразу же, ну, там сказали в этот предположительный срок вашей клиентке. То есть окончательный приговор был не вынесен, потому что вы приехали, и я как раз пошел к вам, чтобы с вами переговорить и уже понять, какой... Она уже сидела. Ну, ее посадили в камеру, чтобы не держать ее в допросной. То есть это в любом случае срок бы этот входил бы в тот, который ей окончательно был назначен. Да, серый, видите, я буду вынужден сообщить, опять же, своему клиенту о том, что ее срок был изменен и так далее и тому подобное. Так он не был вынесен, вот в чем ситуация. Ну, это, понимаете, если она, если вдруг она будет утверждать обратно и так далее, это будет проверяться, ну, будет иск, будет проверка, будут это выяснять, проверят камеры и так далее, там уже все это выяснят, понимаете. Если капитан действительно из-за того, что ему не понравилось и так далее, увеличил свой срок. Никакой личной неприязни нету, вы можете проверять все, что угодно, это ваше право. Не, ну, хорошо. Все два катакушные, ребята. Я надеюсь, что так, как вы говорите, потому что мне, правда, не хочется вот этими глупостями заниматься и так далее. Хорошо. Вот. А по поводу всего, что я уже говорил, я надеюсь, вы меня поняли. Вот и все. Да, да. Типа просто я это говорил к чему? Я говорил, что типа да, она там наркоманка и так далее и тому подобное, да, я это не отрицал и так далее. Вы же понимаете, что каким бы она преступником ни была, это не дает право вам становиться преступником. Ну, я-то не становлюсь преступником, это в любом случае. Нет, я грубо говорю, грубо говорю. Ну, грубо вы говорите, но не говорите, потому что я служитель закона. Ну, я же не оскорбляю вас, правильно. Ну, знаете, я не хочу быть преступником. Не, ну, я имею в виду, что когда вы нарушаете, понимаете, согласно нашему закону. Я не нарушаю, вот в том числе, да. ну с машиной вы нарушили ну это еще должно смотреть вот такие моменты они как бы делают вот эти нарушения или в глазах закона с правосудия на слепое вы понимаете и в глазах закона вы будете преступником его за это ну что говоря либо сначала штрафуют а если это будет не один раз то потом уволят что угодно я не угрожаю вы не подумайте я просто и вот чтобы таких ситуаций не было ей прошу у вас быть внимательнее потому что если вас планник обратиться ко мне и заплатит мне деньги за то чтобы я стоял его права я буду беспристрасти и буду отстаивать его права да я понимаю хотя честно я понимаю что вы делаете хорошее дело и высажаете опасных людей за решетку что вы охраняете мое спокойствие но так как я работаю в этой системе слепой системе я вынужден так поступать да ладно я вас понял в общем я пошел работать это у меня уже время кончается потраченное время еще страшно негатива надеюсь да да конечно как дела спросил на как мы тебя тачку пригнали к тортового сказка какую мою что на слушайте спасибо парня блин надеюсь вы ее там ничего с ней не сделал не 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 вообще чиновую вскрыли колесу поставили не какие вы классные обожаю вас спасибо джимбарю победитель пиратов капитан пиратов солнце вот джимба джимбей капитан пиратов солнце запомни это да 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 ладно ребят нет все все отлично он молодец он все правильно делает такой адвокат и должен быть все правильно я тут вообще с тачкой сейчас подождите мне надо мануал почитать я не помню потому что я задержание последний раз производил хер знает когда так нужно другая машина вообще хочу доделитнуть нафиг ничего он не говорил ребят все там нормально было хватит успокойтесь не надо тут это панику нагонять все нормально мой блин у меня так фигу так правило нет сотрудников праве зафиксировать поддреваемого наружника считает что это необходимо сотрудник обязан обыскать поддреваемого считает что это необходимо сотрудник вправе применять силу А у нас нету перед автомобилем В нашем штате После задержания до момента вынесения приговора Вы отвечаете за безопасность Доставить подозреваемого в полицейский департамент В смысле, где это? Есть? Три точки Блин, у меня тут не видно с телефона Сейчас, давайте я тогда На компе открою Там это прям обязательно, да? Ну блин, я на эмоциях был Да я и забыл, серьезно Так, сейчас Ой-ой-ой-ой-ой-ой Сейчас, сейчас, сейчас Подождите Ну хреново, что я этого не знаю Конечно Ну сами понимаете, блин, все это учить Я же не на работе А как бы HarderP тоже 3.7 Блин А Как он узнал-то у меня Да господи, ну загрузись ты Твою мать Тупой мануал Все сидят мануал читают Я смотрю, там куча народу То есть Да Так, подождите Остановка Т... Так это остановка ТС Правило задержания Это остановка ТС Алло Я не останавливал транспортное средство Чего? Правило задержания Сотрудник обязан зачитать подозреваемую Его права в момент задержания Сотрудник вправе зафиксировать подозреваемую в наручниках Если он считает, что это необходимо Сотрудник обязан обыскать подозреваемую Если считает, что это необходимо Сотрудник вправе применить силу Если подозреваемую отказывается выполнять законные требования Сотрудника полиции После задержания и до момента его несения приговора Вы отвечаете за безопасность задержанного Что? Я все правильно сделал Я и думаю, что как бы что-то как-то не то Ну он стримит, вы можете посмотреть потом Линкольн 15 с этим активным юнитом 10-9 Ну ты признал, что вы на... Ну блин Линкольн 16, Линкольн 7 Доставляем задержанную в федеральную тюрьму В Линкольн 16 Блин, а зачем? Я же с Кларусом говорил по поводу этого Что федералка Пускай у нас внизу будет Зачем возить-то ее туда? Ну их вообще Ну блин Да понятно, что... Нет, ребят, никто никому не дужит Все нормально Так Отпустите Лобутена? Нет, федеральный срок Да ребят, ну там слишком дохера Я хотел скостить, правда Если бы не было бы адвоката Он бы уже вышел, вы понимаете Реально, через 10 минут он бы уже был на свободе Если бы не адвокат Ну серьезно Почему он не примагничивается к тачке, блин Стой У меня тачка тут закрыта вообще Я вообще не люблю этих адвокатов, блин, в РП Так, Лебруш, не вздумай гореть Я не знаю, Олег Ой, блин, чего он садится-то Ээээ, алло Да, я тоже не люблю адвокатов в РП Ну вот, чтоб ты вы понимали Когда Арию будут сажать Будет тоже адвокат Адам 716 довезли Заключенного в федеральную тюрьму Посадили Здесь 4 Она сообщила, что федеральная тюрьма попадает в четвертый раз Это да, это не пожизненное ли Что-то я не помню, что в нашей базе были такие сведения Да вот я тоже Сажайте и все Здесь 4 Выполнено Ну, вообще, ребята там хотят и прокуроров и вообще всего Ну, не знаю, нужно ли это Ой, Олег С твоими способами допроса, блин Ты бы ее там, этим справочником бы избил и хана тебе Пьяная наркоманка, чуть не сбила копа Ее обыскали в зоне камер Ну, там у двух только получается Кот 13 Да господи, вы что меня... Сейчас меня кикнут серверы А я могу читать, да, это? Кларус, я могу это прочитать? Я же справочника торгую Да я понимаю, Олег, я шутю Так Вообще, подождите, стопэ А, нет Там тоже, наверное, даже если бы, типа, у нее пистолет был бы, да Я бы, наверное, не мог бы сразу Ну, без тачки Блин, какой хер он рядом на тачке был Ну, типа, я мог бы ссылаться на то, что Типа, а вдруг у нее есть пистолет, и мне надо было ее обыскать А у нее там сумка с наркотой Вообще, стопэ Здравствуйте Привет Как дела? Атлетично Плюс еще один преступник Я же говорю, мы всех поймаем Ай, Олег не преступник, она просто больная наркоманка Ее лечить надо Ты понимаешь, что это полный бред, да? Нашла, ездила И сколько я трусь у вас в Юникорне Много чего вижу интересного Я тебе серьезно говорю по поводу того, что она реально нашла Ну, ладно, окей Если хочешь, как бы, я могу дать свои показания на эту тему Да, зачем? Мне уже адвокат ваш все сказал Что сказал? Все, что было там Да, 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 дайте Блин, жалко не осталось смс Но, как бы Она употребляет эти наркотики Я в курсе, по ней видно Она их не продает Она слишком, как бы, знаешь, когда Наркодилер сидит на своем же товаре Это, как бы, ну, плохой наркодилер Потому что он... Подожди, она наркодилер? Я тебе говорю по поводу того, что она не наркодилер Потому что наркодилеры не могут быть, как бы, торчками Мне просто сейчас послышалось, что ты сказала, что она наркодилер Ну, ладно Ты неправильно поняла мою мысль Я имела в виду то, что наркодилеры не могут быть торчками Потому что, ну, если они будут употреблять свою товар, то, как бы, это плохо закончится и рано Ну, в общем, не знаю, не знаю, ребят Что-то не знаю Спорная ситуация, мне кажется Совершенно не спорная Человек под наркотиками сидит за рулем Потом эти же наркотики типа хочет вернуть, но не возвращает Убегает от полиции Не повинуется приказам полиции Как бы Ещё и оскорбляет Ну, слушай, по-моему, тут всё очевидно Тут уже никакой адвокат не поможет Я думаю, ты со мной согласна Ну, так же, да Ну, она сама виновата Если бы она... Да, я бы, может быть, ничего не делал бы Но... Это наша сама так себя повела Если бы она мне сказала, что вы, извините, я так торопилась к вам Видишь, она не торопилась Поэтому... Сидит Ну, я не знаю Ей нужна какая-то помощь будет в тюрьме Потому что, как бы, ну, невозможно просто так срелись с того, чего она употребляет Её то доставят, она может позвонить Почему нет? Ну, нет, я имею в виду, что помощи нужна в плане будет врачебная и необходимо, как бы, реабилитация А, ну, слушай, ну, там это без проблем, там это всё оказывается У нас тюрьма штата очень хорошая Я там таких кексов видел Я, если честно, очень сильно устала от этого, честно, что она употребляет Так, ну, повлияй на неё, ну, что делать? Я не могу на неё вообще никто не может повлиять Я не знаю, возьми лом, сломай колени Я не буду ломать её колени Ну, зря Да, ну, теперь она, это самое, кочует в тюрячке Там её вылечат Ну, будет херовенько, там, первые пару недель Ну, а что потом? Потом выпустят всё Уже без всяких этих наркотиков и всего остального Ну, надеюсь, что с ней всё будет хорошо Ты понимаешь, на самом деле, как бы, в душе вот она абсолютно безобидная, честное слово Вообще безобидная она, ну, не хочет... Слушай, если бы она ещё на меня напала или на кого-то, это вообще... Да, она просто испугалась, реально Очень сильно испугалась Слушай, а когда ты узнала о наркоте её? Ну, фактически, вообще, с самого начала Я так думаю, что помню, что наркоту, которую я тебе отдала, это была её наркота Нет, я про сегодняшнюю партию говорю Когда она меня попросила, позвонила мне и сказала, что она обдолбилась, короче, в общем, и что-то нашла на каком-то острове там и так далее То ли с кем-то переспала, то ли что-то ещё Это вот туда, куда я к вам приезжал? Приехать, да Она там это нашла? Да И ты с того момента это знала? И когда я приехал, да? Я ей сказала, чтобы она всё выбросила Ну, почему ты мне не сказала об этом? Слушай, это такая двойственная ситуация, потому что у меня оба не безразличны А что за остров, кстати? Ну, вот там вот, где причал, там два острова, вот она была на одном из них Она приплыла, как бы она ей сказала, типа, Алексе, бросай, типа Я тебя, ну, как бы встречи там и так далее В итоге она доплыла, я не знаю, куда она там засунула, что это не намокло Но это не намокло Понятно А ты можешь мне на GPS показать, что за остров был? Ай, я могу тебя, да Да, могу Пойдём сейчас в машине Сейчас Ай, хорошо, ай, хорошо И всё на бодикам записал Ай, хорошо Она знала, можно ей это приписать Как сокрытие Она просто попала Это светло Она ещё говорила про какого-то чувака Она сосала ему палец Для того, чтобы он дал ей наркотики Потому что у неё закончился кокаин И у неё не было наркотиков И ей было безумно плохо Подождите, подождите Какие клепецкие Подождите Я потом сам, если что, всё сделаю Так, ну чё Покажешь, бля? Просто закопал на себя, блин, пипец Вот и всё Соучастник До свидос Ой, господи Так, сейчас подожди, пожалуйста Попробую это Сейчас же не будет никакого ухода от РП Да подождите вы Вы понимаете, что ей сейчас ещё в чате пишут это всё Она же стримит, я правильно понимаю? Она сейчас поменяет Блин, если она поменяет всё Это как бы Это мета Блин, я Короче, я не знаю, как у меня не копируется Она тоже присылала мне метку Не копируется Ну, на память ты к ней мне В этот самый В GPS Ну ты же сказала, что знаешь Значит, ты видел Ну давай уже Я не помню, какой из этих островов Потому что там был на одном из этих островов Я доехала до туда Как бы и позвонила Сказала, что я туда как бы не это Не поплыву Я тебе правду говорю Ну, как бы я тебе могу вот Максимум что скинуть Как бы Фотографию этих координат Грубо говоря Потому что они не нажимаются Ну, так Подожди Попробуй сейчас в машину сесть А, машину за руль? Ну, можешь за руль Я не думаю, что ты поедешь Ключи-то у меня в руках Попробуй, работает? Били М2 Не, не работает Вы где? Грустно Господа А по конкретни, пожалуйста В втором этаже Слушай, тогда можешь мне написать Этот самый Ну, координаты эти Раз они у тебя остались Там Да Да, спасибо Что с этой дверью-то не то? Ох уж, эти двери Ну, короче Я все-все У меня все раз Это разрулилось В смысле? Ну, я просто, видимо Это сообщение нажимала Ага Надеюсь, она вот не удалит Что, вот там? Так, ну, у тебя Ты видишь, где нет? Да, дальний большой остров Правильно? Легкий, 16 закончил смену Всем хорошо Все, отлично Спасибо Здесь 4, спокойно Ночи Ох, господи Слушай, а покажи, что она тебе Конкретно писала Она мне прислала Вот эту вот фотографию острова И вот эту вот метку Ну, и так все остальное Она мне по телефону говорила А, понятно Ясно, ясно Вот, но я тебе опять же говорю, что Это просто, ну Просто употребляют Да я понял, что она просто употребляла Хреново дело, что могу сказать Я честно надеялась на то, что она как бы Наставила его на том острове То есть, а сумку ты вот эту вот здоровенную не видела, да, с ней? Когда вы ездили там Ты вообще в курсе, сколько там было? Сколько? Сейчас, подожди Получается 323 грамма опиума и 9 кокаина Сколько? А как она Убежала с этой сумкой? Ты меня спрашиваешь? Она атлет, походу Я просто не видела у нее ее, видимо, в руках Ну вот Не знаю Наверное, на адреналин Она могла скинуть, на самом деле Ничего не нашли Ну там в коробке Аликс, Аликс Мне жалко, честно Я не знаю, как ей помочь Чем ей помочь Ну что же, в тюрьме помогут Оттуда бывает, выходит Выходит новыми людьми Так, давай отойдем с парковки Ария Отойди Ладно, я вообще, на самом деле, вообще просто безумно дико расстроена, я вообще не знаю, аликс Да, я понимаю Я бы тоже был расстроен Ты прекрасно, да, понимаешь, что мы не всегда в силах повлиять на другого человека Возможно, и нужно пройти этот путь самостоятельно для того, чтобы справиться Я надеюсь, ты в этом всем дерьме не замешана Я тебе клянусь, что я не замешана в этом дерьме Ну да Ты мне не веришь? Да верю, почему? Просто надеюсь, что ты так сказал Ну да Да, я просто вымотан эмоционально немного Вот, все Потому что, с одной стороны, как бы и ты, и твоя подруга И такая ситуация Побегать пришлось Хорошо, что ее хоть там машина на шоссе не задавила, где она бегала Да, я не пережила Ну, возможно, у меня немного странные друзья, зато, не знаю То они, на самом деле, несмотря на все их проблемы и так далее, они максимально искренне Ну, наверное Ну, типа, они те, кто они есть, и они этого не скрывают И меня, на самом деле, это бессонно притягивает Главное, чтобы они не нарушали А вот все остальное, это уже приходное Ну, я не знаю, мне кажется, что больше не было никаких прецедентов После того, как у нас один человек перестал работать в охране Ну да Поэтому Привет, добрый человек Не дом Тебя там подвезти никуда не надо Да не, не переживай, мы там друзья А то смотри, я пока свободен Да, не стоит тратить время Ладно, я не буду затрикать Давай, хорошая работа Давай, удачи тебе Игорь, иди сюда Слышь, у меня признание есть Такое признание Сейчас Фокс, отойди, пожалуйста Да, конечно Ну, в общем Ария знала об этих наркотиках Что там Она, типа, нашла их на каком-то острове Бла-бла-бла Короче, и когда я к ним приезжал Ну, там так получилось Про то, что Ария про наркоту знала Я и догадывался Ну да, заранее Она в этом призналась Она соучастник У нас есть обвинение Прекрасно На острове, ты сказал? Да, на острове А по показаниям Как говорил про шоссе Ну, шоссе Вот тут уже остров Я сам понимаю Сейчас, подожди Чё ты не с цикой? Они сами себя уже закопали Так что Садись в машину Чай свою закрой А ты чё ты не закрой Да я на минутку Сядь просто И всё А, окей Вот, вот этот остров Видишь? Ну, на шоссе Это не похоже Ну, как бы Это совсем не похоже Это даже не 13-е шоссе Мне Ария сказала Что она, типа, там Вплавь оттуда добиралась Она там кому-то там Чё-то там делала Минет, что ли Или ещё что-то Короче, полный бред В общем, у меня всё на бодюкаме есть Если что Потом Можешь использовать эти данные Ну, дополнительные Ну, естественно Признание, как бы, было Что она знала И я туда приезжал Я им помогал Там у них машина У них бензин закончился Я туда приезжал Со мной был кадет Этот, Линкон-6 Дэвис Это когда вы из города уехали? Да-да-да-да А тот ты мне говорил Про то, что если чё случится Да-да-да Всё правильно понял Так что, ну, им уже не какой-то адвокат А, то есть, подожди То есть, она из-за неё ездила То есть, она там была Да, там Ария об этом и говорила Что Алекс позвонила Типа Мне нам дверь То есть, получается, что адвокат Всё, что ты нес вот эту чушь Всё, то, что они собирались позвонить ему То, что они якобы собирались всё сдать То есть, это всё хрен Да, забудь Прекрасно То есть, адвокату позвонили только после задержания Конечно Прекрасно прокололись Да, сами себя закопали А я говорю, что я мог её всего лишь на 40 сроков посадить Ну Не давно у нас там списки висят Кто они-то? Ну да, кроме адвоката Да, адвоката чё надо Ну ты список, в принципе, видел, которые там у нас Да, да, видел Теперь всё подтвердилось Ну да Нет, привязанность есть В общем, это бодикамеру храни Так чё, я сейчас пойду на ВПД перекачаю всё О, ну и правильно Всё, ладно Можете там это патрулировать Ага, давай Привязанность есть И эта привязанность ещё, я думаю, что Аук Стрит сам не знает Потому что, блин Ему очень было неприятно, когда всё это произошло Когда украли пистолет Ну Как бы А потом В ходе всех этих расследований Как бы он подумал, что это она Он не знает этого Что это Ария, не Ария Короче, вот В смысле? Да не, ребята Что? Да где у нас сервер? Долг превыше секса Ну вообще, как бы Он внедрялся к Арии Как бы специально этим самым Под прикрытием Как бы он хочет Как бы Он как бы Хотел бы, наверное Это самое Может посадить А, блин А там камеры нету, да? Может это не писать в МИ Мало ли они увидят это как мету Короче, давайте так Я просто Беру бодикамеру Подключаю к компьютеру И скачиваю данные На сервер полицейского департамента Лос-Антоса На Mission Raw Так вот Да здравствует правосудие Ну, я не хочу, чтобы они Случайно это увидели в МИ Потому что они сразу начнут От этого Могут начать От этого отталкиваться Понимаете? Они даже без меты У них в мозгах поменяются И они будут уже думать о другом Ну сами же понимаете Какой человеческий фактор Как сможет сработать Ишь ты вот Тут Тут Коснедая повышение Ага Супер лейтенант Ну блин Чё, сколько время? Сейчас 16 Да, наверное, будем заканчивать Блин А чё тут Фил стоит? Стараюсь доверять Что ты еще стараюсь доверять? Что ты еще стараюсь доверять? Дальше Чё вы тут стоите-то Ждёте кого? Да Прахаемся сексом Да, покажется Разговариваем Фу, как некультурно Не, просто я Может ждете Может вам полиция нужна Или еще что-то Да, не-не А Буба не знаешь где уехал? Слушай, без понятия Пропал вроде Не знаю Я извиняюсь Я просто очень ревнилая Да я не гей А, да? Ладно, да Ну просто я стараюсь тебе счету по максимуму доверять Просто я понимаю, да Ей уже рассказали про камеру В чатике, что ли? Ну это мета, наверное Ну вообще, да Так это не допрос был Это просто разговор Я не допрашивал ее Алло Какой допрос? Вы чего несете-то? Алло Я просто разговаривал с подругой Мне законом не запрещено общаться Просто на то, что бодикам включен Ну уж извините Она же не просила меня его выключить Блин, чё тут вообще твориться? Меня тут все пугает вот нравится отлайн я тоже люблю ход да блин а что ж такое не писал я тачку на не все я не знаю подарил ей муж, который еще походил за это конечно прикол в том, что я расстроен больше, чем они да не знаю, какой-то у меня осадок после всего этого остался потому что, блин, ну мне не нравится, что ребята хардят прям они вылетели что ли меня бесит, что они блин блин, они вылетели, нет? ну давайте я его уберу просто от всего просто припаркую, типа они там вышли тут парковаться можно вдруг они, правда, вылетели да, я не использую, потому что я не хочу душить я изначально этого не хотел вы это все видели потому что я хотел вообще 40 сроков дать отпустить ее и дальше продолжить рпшить я не обижен ни на кого все все правильно делали как бы ну, просто, блин я просто думаю это как бы надо это или нет так я вот и хотел, да, я хотел подыграть типа она согласилась вызвали адвоката этого душного и они начали там что-то докапываться ну как бы, а зачем? вы понимаете, ребят? я сегодня душноту включил я оштрафовал филу, получается подвезти? м? тебя подвезти? да не, спасибо как хочешь а чё, вы не хотите заглянуть в бар? да не, пока нет настроения а чё так? да не знаю пока патрулирую ааа, понятно как там дела с этой, как её? алекс, да? ну да чё, как она-то? посадили в тюрьму посадили? ну конечно блин, она долго я просто у неё интервью хотела взять ну ладно ну я думаю завтра сможешь а ты сможешь приходить навещать, да? эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вон видите вот этот гонщик который мог бы участвовать да никого и ты блин всех пиздишь и тем самым справочником то бенис ребят из бенис бенис вот они могли бы от нас погоняться мы с ними им было бы у меня дедиктив так ну 40 смотрите там либо 120 либо 40 в одной из двух до сроки мелкие даем как бы смысле не знаю я вообще-то блин рядом стоял когда-то херачил там человека этим справочником я крики слышал и вообще олег я шучу если что не надо там это не 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 мы никакого негатива из р.л. в р.л. ничего такого ребята вы чего прикалываетесь я такой херня не страдаю да хватит за мной ездить землю ну вот я же видел но я там вроде не совсем окна стоял да лицензия на сайте можно да у нас тоже такое есть по моему не только в сша ну как бы мог бы пдф-ку реально скинуть а он че туда я не знаю куда он там пропал напугал блин брода вообще сегодня стрима сейчас не знаю короче я все сделал правильно хрен с ним с этим капотом короче за епал собственно в смысле за епал слышь за языком следи за епал сейчас я тебя за епу тоже мне блять приходят тут всякие первый раз тебя вижу еще кого-то там что-то в сша ты можешь подъехать к клубу пожалуйста что там случилось здесь пожалуйста хорошо сейчас приеду спасибо линкольн 15 вильяму 2 говорю это самое я щас еду в уникорн мне позвонила ария она то ли пьяная то ли еще что-то будьте неподалеку да щас меня грохнут блин у меня броник же пропал после перезахода сука у меня пол хп всего ну рядом где-то будьте там да 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 так я захожу внутрь так я захожу внутрь кто еру кто еру короче можем поэтому кабинет пожалуйста тебе может помочь не не все в порядке ты как успела так быстро нахерачиться а а и да ешкин кот давай вставай 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 да нормально Пойдем, у тебя там диван есть. Так, давай аккуратненько садись. Короче, это я во всем виновата. Я подставила Алекс. Ты чего херню несешь? Я это сказал ей, чтобы она замутила наркотики для того, чтобы продавать их. Слушай, ты можешь сядь на диван. Там без меня пипец просто. Сядь на диван, говорю. Ей без меня. Я не хочу сидеть. Ты же понимаешь, что ты бухая в говно, и я все равно тебе не верю. Я тебе говорю, и ей будут угрожать, когда узнаешь, что я общаюсь с тобой, и ей будут угрожать. И я должна быть рядом с ней. Я тебя не собираюсь сажать. Я должна ее защитить, и она никому больше нахрен не нужна в этом мире, кроме меня. Ничего с ней в тюрьме не случится. Она говорит, что ей угрожают. Кто ей угрожает? Ее должны убить сегодня ночью, потому что все знают, что она работает в заведении, где владелец общается с полицейским. А что, это запрещено у вас? Я не знаю. Или где? Я не знаю. Но, видимо, на зоне это... Твою мать, никто там ее не тронет. Слушай, я позвоню знакомым копам. Никто с ней ничего не сделает. Ее убьют. Никто ее не убьет. Я убью, да, должна ее защитить. Если ты туда попадешь, чего ты не сделаешь, то, как бы, ты ее там не сможешь защитить. Ты можешь это сделать только здесь, снаружи. Обещай, обещай, что с ней ничего не случится, что там дадут двойную охрану, и с ней все будет в порядке. Аликс, это моя подруга. У них там, насколько я помню, у них там вообще одиночные камеры. Она говорит, что... Что ей сейчас придет, конечно, там уже идет какой-то заговор. Позвони, позвони, узнай. Я все сделаю, успокойся. Никто с ней ничего там делать не будет. Это тюрьма. Они, я не знаю, они гетто то же самое. С ней точно все будет в порядке? Все с ней будет в порядке. Она отсидит свой срок и выйдет оттуда спокойно, с новыми силами, без зависимости, без ничего. Я не знаю, откуда у нее телефон и почему она мне пишет. Я, честно говоря, тоже не знаю, потому что все должны были изъять. Она со мной попрощалась. Она сказала, что... Она со мной попрощалась. Ари, успокойся. Я не знаю, откуда она взяла свой телефон там. И у нее все было изъято. Звони, звони, скажи, чтобы все проверили. Чтобы поставили двойную охрану, чтобы ее там никто не тронул. Хорошо. Все будет нормально. Ее точно никто не тронет. Точно ее никто не тронет. Может, ты все-таки встанешь с пола и сядешь на диван, а? Я не хочу, хочу выпить. Какой выпить? Хватит тебе пить. Алло. А ну стой. Стой, говорю. Что? Хватит тебе пить. Это... Как тебе там... Пойдем, еще блеснешь. Так, давай-ка я тебя домой отвезу, а? Да не-не, не парься, все нормально. В смысле, все нормально? Ты в говно. А что вы обзываетесь офицер? В смысле, обзываюсь? Я ничего такого не сказал. Вы сказали, ты говно. В говно. А, да? Ну, просто музыка с громкой, не слышно ничего. Ну, бывает, уши надо чистить. В смысле? Так, Ария, иди сюда. Присни, давай... Так, Ария, иди сюда. Хватит пить. Сэр, я бы на вашем месте ей бы не наливал. А как я ее не наливаю, если это мой начальник? А у вас здравый смысл не работает, да? То, что пьяный человек в невменяемом почти состоянии просит вас налить. В смысле? Ну, у нас желание клиента закон. То есть, если сейчас она упадет в припадки с отравлением, как бы это тоже, как бы вас не будет касаться? Все нормально, я тут главная. А, ну, хорошо, если сейчас с ней что-то случится, то я вас арестую. Ну, переживай со мной, все в порядке. За то, что вы причиняете вред человеку. Какой вред? Я, что ли, ей наливаю, вливаю ей, что ли? Вы ей наливаете стакан, да? Танцы... Ну, вы еще запретите мне. Тоже мне, блин, пришел тут. Ария. А? Ты, может... Да поехали домой, а? Как, я не могу, у меня тут бизнес. Какой бизнес? Вон тут и без тебя все хорошо работает. Не-не, надо пойти это... Билли поддержать, а Алекс нету. Мне чисто вот ради прикола. Значит, я должна занять ее место. Я же подруга. Линкольн 15. В общем, тут Ария нажралась вообще в Зюзю. Твори какую-то непотребщину. Ну, пока вроде все спокойно. А мне нарушает ничего? Да и пока нет. Правда, бармен ей до сих пор наливает. Я ему пригрозил то, что я его арестую, если он... Ну, если с ней что-то случится. Ну, как... Сейчас, подожди. Короче, как причинение вреда человеку. Яс. Ну, если что, мы тут неподалеку. Так, блин, там музло. Твою мать. Можно как-то это не слышать? О, Билли. Читка моя. А, это Билли. Я думал, это другая... А, ну да, правильно. Что-то я тупану. Так. Она там в порядке? Блин, я не могу, да, подойти там музло. Слушай, парень, проверь, что там с девчонкой, которая упала только что. Я, к сожалению, подойти не могу. Мне уже совесть не позволяет. Я не хочу подходить, блин. Слишком мне этот вот дорог. Дальше... Дальше... Э, главное... Должен... Дайдти. Дайдти. Давай. Три. Ох... Твою мать, так. так иди сюда всем близко жарко становится ты прекратишь херню и заниматься нет улякся на диван не хочу нет хочешь дебильная ну ладно ладно ляг на диван ты же не хочешь чтобы я тебя наручниками приковал к чему нормальный нормальный тема сейчас да серьезно да а если я уеду и тут останешься пристегнутая то что тогда я буду плакать зато себе не навредишь может быть не может быть а точно вот зачем ты это делаешь скажи я алекс 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 моя подруга я должна и помочь как могу я несу за нее ответственность потому что с ней все будет в порядке потому что она моя подруга может все таки посадить пожалуйста нет так слушай тебе придется отдохнуть у меня очень срочный вызов и в общем я помогу алекс тебе ясно хорошо все я вернусь еще линкольн 15 оказываю здесь едва сейчас я ему напишу все люди сами себя закан mat нибудь он хочет вывести перса что ли лечо зачем делать куда телефон как он пишет арии как бы все изъято и он тип может сказать что он там типа взял от сосал вязал за эсэмэску драк федеральной тюрьме есть пострадавшие на острым предметом живот понят карачковую персия и я канистру выложил супер ну я с ним заканчивается федералкой реально если на пожизненно федералку отвозить а так можно на один типа один типа федеральный срок сажать у нас внизу в камеру на специально для этого камера есть принять об этом вообще говорил я думал так и будет чем они повезли они еще стопудом куда-нибудь туда отвезли юнитом ее подсадили то есть камеры тоже хотя может пока надо это надо в уразили главу блин на так что здесь случилось да пушки то уберите кто там будет на нас нападать ну да так у меня кстати с ключами от машины опять проблема бывает не неправильно я отлезаю твою мать и вызываем медиков чему сказать медиков уже должны были вызвать я думаю федераль нам ухать федеральный что-то местным так есть и вообще больница внутри у них есть так все давай ведемые тогда сюда я уже должны были вообще я вообще не знаю почему этого не произошло но он вперед здесь я тут не был сто лет так это двор у нас херать не тут да я тут внутри нашусь блин да тут короче сейчас медики сюда приду положить ее в камеру все да я уже должен был местный медика смотрите да я понимаю сейчас я узнаю да давай ты был прав по поводу я не хотел вот ее ну да мне что на прогулку что ли вы водили на какую ну там видишь что этот двор внутренний может когда вы возвращались так с ними охранники же так все сейчас придут все нормально будет да надо узнать что за ситуация тут произошла камеры есть да 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 все есть тут вообще одиночные камеры что за ну как да не знаю куда охрана у них тут смотрит но сейчас я им пистон вставлю потом еще капитану все это тут доложил если че я в эту камеру капитан я думаю хорошенько вставит там пистон да в этой камере вчера фернандо сидел он на лампах еще не знает да лейтенант да вроде нет но лучше бы не узнал да завтра лучше бы не узнал мне как что он примчится сюда кто капитан сейчас вряд ли ему сообщение отправил пока не отвечал так сейчас погоди там что-то вызывают смысле ну короче масса массовая драка была алекс не повезло блин чё эти бабы вообще творят тут интересно что они такие бешеные то есть обычно в женских тюрьмах все спокойно ну я не знаю я кстати думал наоборот у них там волчьи законы да какой брось ты ну и там все ладно все но мы тут не нужны тут все сами справятся архоши по моему не любит ну возможно да вот все мне доктора сказали что она в нормальном состоянии в стабильном да она в стабильном в общем до завтра она точно собственно когда у нее и срок подойдет и это самое и уже можно будет выпустить ну надо будет ей там в этот медицинский центр обратиться к ну посмотреть там чё как ну в общем на обследование ну да а так все с ней спокойно все нормально так что без паники надо не забыть а чё там это по количеству ее сроков то она говорит просто то что не сходится у нас в смысле она говорит это ее четвертый срок федералки я не знаю что она вам там говорила по нашим данным никаких сроков больше не было она вообще в заключении не находилась ни разу ладно все поехали ну блин людям Тарсиус подчеркивай мне гайца риса обнулся и говорит Тарсиус спасибо тебе огромное за это риса спасибо да слушайте а у них документы настоящие у кого алекс да она может просто нам под наркотой проговорилась типа на самом деле у нее какое-нибудь другое имя там и это да да не знаю так слушай это самое она толпаная была ее же это самое должны по идее я пойду скажу чтобы ее определили в это самый в медпункт ну в медпалату да 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 чтобы ее там никто не трогали и охрану поставили да 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 езжайте до свидания да до свидания да да вижу уже 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 я вижу ну за бензом я успею да какой телефон блять его там не должно было быть так по этой трассе должен доехать побег с федералки а я не помню кстати я думаю что да по-моему я не туда поехал ни хера да не туда пешком бежать да если ехать медленно вообще вот ну и не то не он только вообще никогда не доедет ну блин ну чуть-чуть осталось давай давай газу и машинка не доедет наверно начало стрима было здесь и конец стрима тоже здесь простите да ебаный свет иди ты нахер тупая коза извините ребят я бомбанул и Завтра ЛБТН выпустит. Ну, один федеральный срок, ребята. Обычно один федеральный срок ты выходишь из игры и на следующий день заходишь. Всё. Обычно это так. Что ты тупишь? Подождите, он хочет сегодня выйти? Вы что, серьёзно? Да я хз. Я что, запоминал, что ли, сроки? Я думал, блин, ну обычно все выходят из игры. А он стримит? Ну спросите его на стриме, если что. Я тогда подъеду, ну, блин, заберу. Как бы, блин. Я просто хз. Просто как бы время уже, ну, не знаю. Вообще все всегда отыгрывали, что, типа, ты как бы... Ну, реально, выходишь из игры и всё, пока. Кадет Фокус службу закончил. Есть 4. Я как бы вообще собираюсь заканчивать стрим. Я сейчас доеду до Арии и... скажу, что всё пизда и... спать пойду. Я в хз. может, мы уже на завтра как-нибудь перенесём, но это было бы крайне адекватно, чтобы они сейчас там не носились. Сегодня? блин, ну это же тупо. Я не знаю, мне нужны эти самые администрации, я хз. Я не знаю, как это решать. Техас, там, спроси у кого-нибудь, там, что у нас по федералке, если он хочет сегодня чего выпускать, вы или нет. Спроси у Кларуса, пожалуйста, он шарит в этом. Я хз. Я просто первый раз с таким сталкиваюсь, обычно реально всё идут, ну, в баюшки. Ну, 2 часа, блин, как бы, я просто... Сколько мы уже-то, я не знаю, во сколько мы его посадили? Ну да, как бы, она... Её пырнули там, как бы, давайте уже... Не, слушайте, фигня. Блин, вот, серьёзно, они сами себя закладят. Я не буду никого выпускать. Пускай завтра заходит, как бы, он в медпалате, как бы, с заточкой, ещё и федеральный срок. Всё, завтра пускай заходит в игру, его выпустят спокойно, и он спокойненько доедет на такси, да, это самое. Это, блин, это... Как бы, это адекватно. Ну, потому что, ну, блин, ну, серьёзно, ну, чё за бред? Да, ну, блин... Нет, всё. Так, нет, ну, два часа-то не ждать, он уже сколько там... Не два часа. Он уже меньше же, там, ему осталось, ну, полчаса, наверное, я не знаю. Да мне, блин, ещё работать идти. Папец, я не знаю, сколько всё сделать, ещё надо, блин, до утра. Я вот с этим федералками сижу, решаю, ещё. Надо бросать стримик, короче. Нет, шучу. Да, до 12 надо делать, я согласен. Да, сука, закройся-то. А, мне ещё тачку сдать надо. Ё-ка, вообще, короче, я сейчас заеду, сдам тачку, возьмём мотоцикл, заеду в клуб, потом после клуба поеду домой и лягу спать. Тачка волоска? Чёрную-то? Которая... Или свою? Свою мне подвезли, ребята. Это они, конечно, молодцы. Ну, Коптскую, да, мне Техас её привёз. Другие. Так, а эту тачку, получается, чё у меня она? Интересно, поставится сюда сейчас? О, отлично поставилось. Да, ребят, не забывайте подписываться на канал, вступать в Дискорд и ВКонтакт. Также можете оформить платную подписку за два с половиной доллара. Сейчас акция идёт на Твиче, этот с октябрь. Так что... Вперёд из песни, ребятки. Вперёд из песни. Да ёпта, где эта кнопка? Не, не заходишь? Линкольн 15, смену окончил. Доброй ночи. Все, у меня никаких вызовов. Отстаньте от меня. А, нет. Не так. Блин, надо, кстати, купить себе пистолет, блин. Свой личный. Ох, уж это Годзилла сейчас неправильно поставил машинку, а как-то бан. Шесть часов стрима. Охереть, пожалуйста, можно. Шесть часов. Чё там за клип уроник? Вы, кстати, если у вас есть прикольные клипы чужие, кидайте в Дискорд тоже. Раздел спецовый есть. А, звезда города? Понятно. Этому городу. Ёпта. Да, вообще просто божественно не поёт. Мне кажется, знаю, о чём речь. Да, да, да. Ария. Ну, короче, у меня не очень хорошие новости, но и в то же время хорошие. Так. В общем, в тюрьме был бунт. Что было? Бунт. И немножко покалечили Алекс, но она в порядке. В плане немножко покалечили. Порезали. Порезали? Да. Куда? Куда? В живот. Куда? В живот? Да. А где она? Она находится в медблоке под охраной, и всё с ней хорошо. Она жива. Я не знаю, как он с ней увидится. Ну, это уже завтра. Она сейчас там... К ней нельзя. Блин, мы же обещали. Ну, я же был здесь, я же не мог разорваться-то. Я туда приехал, охрану там предоставили. Всё с ней будет нормально. Она жива, и всё с ней в порядке. Она должна была ей помочь. Я ей помог. Всё точно всё будет в порядке? Да. Она отдохнёт, и завтра с ней всё будет в порядке. Всё всё будет хорошо, правда? Да. Я смогу её увидеть. Да, её завтра выпустят. Блин, она теперь будет меня ненавидеть за то, что я... У тебя теперь главное, чтобы она опять не подсела. У тебя главное. Я обещала, я обещала, что ей помогу. Теперь главное, чтобы... Твоя задача, чтобы она снова не села на наркоту, и чтобы она ходила на обследование по поводу вот этой вот травмы. Завтра это надо сделать, понятно? Да. Всё будет нормально. Да. Я очень сильно надеюсь, что с ней будет всё в порядке, честно. Всё будет хорошо. Я очень надеюсь, потому что... Всё, успокойся. Ты точно не хочешь домой? Наверное, да. Хочешь, я тебя отвезу? Здорово-здорово-здорово. Да. Ну, пойдём. Давай, вставай. Безоплатный концерт для гостей. Я даже не знаю, что уходишь. Ты скажи там ребятам, что ты уходишь. Что лучше она делает. Бези, малышку, закроешь? Ладно, я... Поехала. А что случилось? Бези, всё, там, блин, я... Аликс, ранили в живот. Чего? Да. О, боже. Но говорят, что с ней всё в порядке. А где она сейчас? Её должны были перевезти. Из какого... Она в больнице? Мы можем... Может, мы поедем навестим её? Что? Где? Что она? Я не знаю, она в тюрьме находится. Её обещали завтра выпустить. Её хотя бы перевели? Так, ребят, всё. Её хотя бы в больницу перевели? Успокойтесь, она находится в медблоке под охраной. Всё, давайте без паники, ясно? Фух. Всё, Али, поехали. У меня слов нету. Я же протрезвела. Да, это белья. Ладно, иди отдыхай, Мими. Я закрою. Да. Что она сказала, Мими? Ты, главное, не переживай. Я, если честно, вообще, мне, если честно, стало очень плохо. Я, пожалуй, наверно, останусь, короче, останусь в заведении, потому что... Ну, ясно. Ладно, тогда я поехал. Я надеюсь... Ты уверена? Да, я надеюсь, белья, то, что ты потом ко мне подойдёшь и сможешь меня поддержать. Да, я думаю, белья, тебе надо сразу пойти, сейчас всё равно уже тут клиентов, кроме... Да, я тогда, наверное, это... Да. Я не знаю. До свидания. Так, пойдём, 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 пойдём. Да, белья, пойдём. Ребят, спасибо большое, что пришли. Извините, что так получилось. Спасибо большое. Спасибо за песню. Спасибо большое, ребят, за поддержку, за то, что помогаете. Ладно, давай тогда. Аккуратнее будет. Хорошо. Спасибо тебе. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, и там её... Слушай, у тебя какая-то грязь... Да, да, да. Вот, и её там, как я понял, туда не летела. Там подруга специфичная немного, поэтому, да. Да нет, я подробно-то видел, да. Я не видел. Давай, Мими. Давай, Мими. 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 Аккурат. Да ладно, это не такой старый мем про адвоката. Мими. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok